Продолжение следует... 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 С авторами законопроекта в целом комитет рекомендует законопроект поддержать. Спасибо. Есть ли вопросы? Есть. Включите запись. Скажите список. Гартон, кавалерий Карлович, пожалуйста. Спасибо. У меня представителю правительства вопрос. Ну, понятно, что должна быть ответственность представителей государства за голосование в советах директоров. Но, мне кажется, все-таки ответственность, которую вы предлагаете, несоизмеримо с масштабами ущерба, которое может быть нанесено неправильным голосованием. Если взять, например, компании, которые управляют собственностью на триллионы рублей, а у нас таких компаний достаточно много, вы не рассматривали более серьезные меры, кроме административных мер, еще и меры, которые бы могло применять государство к этим лицам по возмещению ущерба? Спасибо. Да, спасибо. Сейчас закон об акционерных обществах, гражданский кодекс, уже предусматривает возможность и есть соответствующие нормы о предъявлении исков о возмещении ущербов, причиненных неправильным голосованием, и причинении ущерба, соответственно, самому обществу. Помимо этого, никто не исключал и уголовную ответственность. В данном случае мы ограничиваем ответственность административную и указываем, что за исключением, если отсутствуют признаки уголовного правового деяния. Боева, Наталья Дмитриевна. Спасибо, Александр Дмитриевич. Дмитрий Владимирович, человек нарушил один раз, второй раз, его лишают только на три года. А не рассматривали вопрос пожизненного лишения такого права занимать такие должности? Спасибо. Ну, практики пока еще такой не сформированы. Мы только начинаем, и, прежде всего, это профилактика и недопущение недобросовестных членов-свекторов участвовать в акционерных обществах с госучастием. Считаю, что это, конечно, крайняя мера дисквалификации пожизненно. И нужно в каждом конкретном случае будет в судебном процессе разбираться, почему членов-свекторов проголосовал таким образом, какие были мотивы у него, причины для голосования. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Есть. Гартунг, Валерий Карлович, пожалуйста. И Грибов еще тоже. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, мы, безусловно, поддерживаем этот законопроект. Вместе с тем, я вышел на трибуну для того, чтобы сказать, что, к сожалению, мера, которую вы предлагаете, мера ответственности, она зачастую несоизмерима с теми последствиями, которые мы можем иметь в результате нарушения директивы государства по голосованию в Советах директоров. К сожалению, вот вы сказали, что да, есть еще уголовный кодекс, это, безусловно, так, есть гражданский кодекс, но, к сожалению, мы недавно здесь обсуждали вопрос о возмещении ущерба, скажем так, компенсация, ну вот если в результате действий чиновников был нанесен ущерб каким-то гражданам, да, и казна заплатила за это, то у нас нет этой процедуры возмещения со стороны должностных лиц. Она не работает сегодня. Если вы посмотрите практику, она не работает. В этой ситуации может возникнуть, вот в этих случаях, может та же самая правовая коллизия возникнуть, что представители государства в Советах директоров проголосовали в нарушении инструкции, нанесли ущерб, и даже с учетом того, что казне нанесен ущерб, нет процедуры взыскания этого ущерба с должностного лица, который этот ущерб допустил. Вот я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, как вы эту часть собираетесь доводить до конца, да, потому что на самом деле часто, ну вот, мы с этим сталкивались в случаях, когда по гражданским делам возникают такие ситуации, да, в отношении граждан нарушаются права. Здесь же речь идет о баксонерных обществах, и масштаб ущерба может быть существенным и достигать даже и триллионов рублей, что весьма существенно для бюджета Российской Федерации. Поэтому хотелось бы, чтобы вы как-то вот пояснили позицию правительства, может быть, ко второму чтению дали свои предложения, каким образом вы доведете до конца именно возмещение материального вреда. Что касается административной ответственности, да, это достаточно узкая сфера применения этого закона, мы ее, естественно, поддерживаем, но хотелось бы, чтобы вы все-таки пошли дальше, и проблему возмещения ущерба мы каким-то образом тоже урегулировали. Спасибо. Спасибо. Грибов Александр Сергеевич. Валерий Карлович, обсуждался этот проект, и на самом деле это очень хорошая практика, когда с заинтересованными лицами такие инициативы предварительно проговариваются и выносятся конкретные рекомендации. Так вот, он обсуждался в РСПП, уже докладчик об этом говорил, готов поделиться информацией, но скажу, главное опасение, что как раз возникнет коллизия, что вот эти поверенные, которые не являются чиновниками, в случае совершения нарушений будут отвечать либо по договору, то есть это гражданско-правовая плоскость, либо ответственность будет административная. И как раз в заключении РСПП написано, что будет вот вилка, которую нужно ко второму чтению решить, возмещать они будут ущерб по гражданско-правовой ответственности, либо нести ответственность административную. Поэтому здесь то, что мы тоже поддержим, здесь вопросов не вызывает, но есть некие нестыковки правовые, которые нам необходимо будет вместе ликвидировать. Ну и, собственно, напомню историю вопроса. Помните, наверное, когда обсуждали целесообразность присутствия чиновников, советов, директоров предприятий, которые находятся в зоне ведения конкретной отрасли, и вот тогда активно заговорили о том, что необходимо направлять туда частных лиц и для объективности, и для независимости, и, по сути, сложилась такая коллизия, что направленный туда чиновник в случае отклонения от директивы, от совершения каких-то нарушений, он несет ответственность вплоть до дисциплинарной, а частное лицо такую ответственность не несет, у него только гражданско-правовая. Поэтому это своего рода ликвидация пробела. Ну и, кроме того, напомню, что это поручение президента. Поэтому, конечно, здесь мы поддержим, и я думаю, что с комитетом также доработаем. Большое спасибо. Спасибо. Представитель президента, правительство, докладчик, пожалуйста. Валерий Карлович, отвечу, что привлечение к административной ответственности вплоть до дисквалификации не исключает привлечение к гражданскоправовой ответственности с полным возмещением причиненного обществу ущерба. И более того, есть практика страхования ответственности членов сайта директоров уже с регрессным требованием стороны страховой компании к ним. Поэтому я думаю, что в любом случае такого рода случаев будут исключены, в принципе, когда членов сайта директоров не понесет ответственность и не будет возмещать причиненный обществу ущерб. Спасибо. Ставится на голосование проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части восстановления ответственности представителей интересов Российской Федерации в органах управления юридических лиц. Пункт 26. Включите режим голосования. Ольга. Перемещайся на правый фланг. Покажите результат. Принят в первом чтении. Пункт 27 и 28. Мы договорились с одним докладом рассмотреть. Это проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Это 27. 28. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. По обоим пунктам доклад Сергея Михайловича Боярского. Пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, хотелось бы начать доклад с краткой предыстории появления данной инициативы. За основу был взят законопроект наших немецких коллег об обеспечении сетевой безопасности. Мы приняли его концепцию за основу, переработали текст, чтобы адаптировать его к современным российским реалиям и в основном к законодательству Российской Федерации. В результате проделанной работы предлагаемый текст к рассмотрению находится у вас. Социальные сети превратились в инструмент молниеносного распространения информации, который сегодня может конкурировать наравне с телевидением и традиционными СМИ. При этом, являясь площадкой фактически свободной от правил, социальные сети постепенно становятся средой, распространяющей в том числе противоправный, недостоверный, оскорбительный и даже запрещенный на территории Российской Федерации контент. Концепция закона проекта заключается в обеспечении чистоты информационных потоков на площадках социальных сетей. Одним из основных пунктов закона проекта является требование к владельцам публичных сетей открывать на территории Российской Федерации свои представительства. В первую очередь это касается зарубежных компаний. Обозначить свое требование нахождения их в правовом поле Российской Федерации наша обязанность, поскольку сегодня ни наши граждане, ни государственные структуры, ни законодатели не могут общаться напрямую с представителями социальных сетей в правовом поле Российской Федерации. Мы считаем это некорректным по отношению к нашим пользователям. Любой владелец публичной сети с доходами, формируемыми в том числе за счет продажи рекламы в российском сегменте интернета, должен иметь свое официальное представительство или уполномоченное лицо, с которым можно решать возникающие задачи и осуществлять оперативное взаимодействие. Считаем это необходимым для всех без исключения. Отдельно отмечу пункт, касающийся распространения недостоверной, я подчеркну, общественно значимой информации. В проекте закона мы вменяем в обязанность владельцам публичных сетей удалять ложные общественно значимые сведения по требованию Роскомнадзора. Определять такую информацию будет уполномоченный государственный орган, который сможет обратиться с официальным запросом в Роскомнадзор, сообщив о недостоверности таких сведений. При распространении общественно значимых недостоверных сведений, как правило, используются циничные, эмоциональные способы спекуляции общественным мнением, что абсолютно неприемлемо. В связи с этим считаем справедливым требовать удалять общественно значимые ложные сведения по решению уполномоченного органа в течение 24 часов, в противном случае регулятор Роскомнадзор будет вправе оштрафовать владельца публичной сети за бездействие, а при повторном случае неисполнения требований через суд добиваться блокировки информации или даже площадки целиком. Параллельно мы внесли законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который устанавливает ответственность за неисполнение требований данного проекта закона. Для владельцев публичных сетей, являющихся физическими лицами, устанавливается штраф от 3 до 5 миллионов рублей, для юридических от 30 до 50 миллионов рублей. Также мы исходим из того, что каждый пользователь сети является важной частью информационного пространства на площадках социальных сетей, способным влиять на его чистоту. Законопроектом мы даем пользователям сети право пожаловаться на противоправный контент, и соцсеть в обязательном порядке должна отреагировать. Хотелось бы пояснить, что в настоящее время площадками уже проводится большая работа по рассмотрению жалоб пользователей, и мы благодарны им за неравнодушие и стремление обеспечивать чистоту. Но по сути соцсети делают это в добровольном порядке. Наш законопроект обязывает владельцев публичной сети ввести реестр обращений пользователей, который будет предоставляться регулятору по первому требованию. Как законодатели мы понимаем важность развития цифровых технологий. Живя в информационную эпоху, невозможно контролировать тот объем информации, который ежедневно генерируется на пространстве глобальной сети, и такой цели не ставится. В конечном счете наша задача в том, чтобы обеспечить безопасное пользование онлайн-технологиями. Интернет в целом и социальные сети в частности предоставляют практически безграничные полезные возможности для каждого человека. Интернет создавался в первую очередь как инструмент развития и объединения. Необходимо повышать интернет-грамотность населения, учить и учиться пользоваться техническими средствами защиты, делиться полезной информацией, пользоваться теми возможностями, которые предоставляет нам интернет. В частности, сторонники партии «Единая Россия», реализуя по всей стране проект «Безопасный интернет», только за прошлый месяц провели более ста встреч с родителями и педагогами в регионах России. Мы убедились, насколько высок уровень общественного запроса на то, чтобы в сети был наведен порядок, обеспечена чистота общения и потребления информации. Обсуждение любых законодательных инициатив, касающихся регулирования интернет-среды, всегда вызывает широкий общественный резонанс и дискуссию. Это вполне объяснимо. Интернет-пространство является одной из самых свободолюбивых и динамично развивающихся площадок. Однако не нужно путать свободу с вседозволенностью. По пути защиты своих национальных интересов в части информационной безопасности идут многие страны, и Россия не исключение. Хочу еще раз подчеркнуть, мы приветствуем развитие всех интернет-сервисов на территории Российской Федерации. Исходим из того, что абсолютное большинство пользователей интернета являются законопослушными и добропорядочными. И хочу с этой трибуны ответить тем, кто, выступая категорическими противниками появления каких бы то ни было правил и ограничений в интернете, искусно подменяют понятия, фальсифицируют факты и прямым введением заблуждения пытаются изменить общественное мнение в сторону недопущения регулирования интернет-среды. Мы всегда будем действовать в интересах граждан Российской Федерации и национальной безопасности нашего государства. Будьте уверены. Уважаемые коллеги, прошу поддержать законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Теперь садоклад по 27 вопросу. Леонид Леонидович Левят, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, Сергей Михайлович в своем докладе достаточно подробно изложил суть законопроекта. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть следующее. Современные пользователи не просто предпочитают социальные сети и мессенджеры для того, чтобы получать новости, делиться ими с близкими и знакомыми, а фактически попадают в зависимость от информационной картинки, которая распространяет выбранные ими источники информации. Как показали проведенные интернет-исследования, волны фейков, связанные с кемеровской трагедией, исходили из социальных сетей и мессенджеров. Зарегистрированные СМИ не поддались эмоциям и в целом транслировали более выверенную картину. Проектируемые нормы не являются попыткой дублирования правил самих социальных сетей в отношении публикуемого пользователем контента, но легитимизируют и стандартизируют устоявшиеся практики. При этом устраняется возможность произвольного следования администрациями соцсетей только тем законам, которым им удобны, и утверждается, что российские законы для них обязательны. Имеющийся сегодня зарубежный опыт регулирования деятельности социальных сетей строится на принципах тесного сотрудничества органов государственной власти и администрации этих платформ. Принципы конституционной свободы слова незыблемы, и в процессе работы над данным законопроектом мы должны обеспечить их соблюдение в полной мере. Комитет поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта, при этом считает необходимо обратить внимание, что отдельные положения указанного законопроекта нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также юрикотехнической и лингвистилистической корректировки. В частности, в законопроекте дается определение владелец публичной сети, при этом термин «публичная сеть» законопроектом не раскрывается. Данный правовой пробел может повлечь проблемы при применении норм законопроекта на практике. Также вводимое понятие «владелец публичной сети» в его положениях не используется, а проектируемые нормы распространяются только на те публичные сети, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ. Данный подход к проектированию норм не соответствует внутреннему системному устройству положений Федерального закона об информационных технологиях и защите информации. Кроме того, необходимо обратить внимание, что одними положениями проектируемой стаконы 10.6 на владельца публичной сети предлагается распространить все обязанности, которые возложены на организатор распространения информации в сети интернет, при этом другими положениями указанной статьи на владельца публичной сети возлагаются лишь некоторые из обязанностей организатора распространения информации в сети интернет. Данное положение законопроекта нуждается в согласовании между собой с целью устранения правовой неопределенности, возлагаемых на владельца публичной сети обязанностей. Комитеты соисполнителей по безопасности, праводействию и коррупции, а также Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживают законопроект с учетом высказанных замечаний. Имеющиеся замечания могут быть учтены при доработке ко второму чтению. На основании изложенного Комитет профессиональной политики и институтационных технологий предлагает Государственной Думе поддержать законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо. И по 28-му пункту садоклада Александр Сергеевич Грибов, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я постараюсь быть кратким. Так как административное законодательство относится к ведению Комитета по государственному строительству, мы рассмотрели в части поправок в Кодекс об административных правонарушениях предложенные инициативы. Концептуально они поддерживаются, так как внесены вместе, что называется, законопроектом-спутником к основному закону и к тем новым поправкам, которые вносятся в закон об информации. При этом при доработке ко второму чтению считаем нужным привести предложенные поправки в КОАФ в терминологическое соответствие с законом об информации. Это первое замечание. Второй момент. Необходимо провести дифференциацию ответственности в зависимости от того обязательства, которое вводится поправками, и его нарушения. И второй момент. Это дополнительное обсуждение тех штрафных санкций, которые предложены, и соотнесение их с теми правонарушениями, за которые эти санкции устанавливаются. Повторяю, концептуально законопроект поддерживается и рекомендуется ко второму чтению его доработать согласно озвученным мной замечаниям. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Есть. Включите запись на вопросы. Вопрос к авторам. Уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите, в каком из законов Российской Федерации возможно прочитать понятийный аппарат? Что такое публичная социальная сеть? Что такое оператор социальной сети? Спасибо. Боярскому включите. Светлана Викторовна, вот как раз понятийный аппарат – это основное замечание к этому тексту, и в том числе Роскомнадзор предлагает ввести термин «социальная сеть» вместо «публичной». Поэтому это вопрос обсуждения ко второму чтению. Мы все понимаем, о чем мы говорим. Наша задача – охватить всех крупных, но зачерпнуть таким образом, чтобы и растущие не вышли из-под влияния закона. И особенно те, кто может делиться и таким образом избегать попадания под его критерии. Мы обозначили 100 тысяч плюс в сутки. Многие считают, что это слишком низкая цифра. Готовы обсуждать? Спасибо. Спасибо. Нилов Олег Анатольевич. Сергей Михайлович, вопрос. Если коротко, о суде кто? Кто в этом законопроекте имеет право принять решение об общественной опасности контента, о его недостоверном, вредоносном содержании? И объясните на примере, пожалуйста. У нас часто даже здесь в Государственной Думе звучат довольно-таки такие обвинения. Ваша партия вносит вредный, какой-то неправильный закон или популистский наоборот. Это можно воспринимать как оскорбление или рассматривать как опасность? Куда обращаться с тем, чтобы, что называется, пожаловаться и запретить в социальных сетях, в Твиттере кому-то распространять друг на друга вот такую информацию? Спасибо за вопрос, Олег Анатольевич. Смотрите, в части, когда граждане жалуются в социальную сеть, социальная сеть обязана рассматривать и удалять только контент, запрещенный законодательством Российской Федерации. Все, что связано с экстремизмом, разжиганием розни, терроризм, наркотики и так далее по списку. В части недопущения распространения общественно значимых недостоверных сведений. Мы наделяем правом обратиться в Роскомнадзор и далее в социальную сеть, минуя судебный орган, уполномоченный государственный орган. Пример привожу Кемерово. Значит, МЧС работает на месте. Пошла волна вбросов, что погибших там 300, 400 и так далее. МЧС в данном случае, уполномоченный государственный орган, обращается письменно в Роскомнадзор и говорит, у нас вот такое число, все остальное вот это в разы превышающее, это спланированная информационная атака. Далее Роскомнадзор, подкрепившись вот этим заявлением уполномоченного органа, обращается на площадку социальной сети. Та сама удаляет, понимая свою ответственность. Но в случае, если они сомневаются, они могут этого не делать. Роскомнадзор может заблокировать со своей стороны, только обратившись в суд. То есть мы рассчитываем на то, что социальные сети, понимая свою социальную ответственность, и вы видели, что многие извинялись после распространения недостоверных сведений относительно трагедии, трагических событий в Кемерово, будут в оперативном взаимодействии реагировать вот на такие информационные вбросы и атаки. Но, естественно, судебные инстанции никто не отменял. Иванов Сергей Иванович. Большое спасибо, уважаемый автор. Я вполне допускаю, что ваши коллеги из Германии могли разработать законопроект, штрафующий от 500 тысяч до 5 миллионов евро. Но мы вроде как живем в России. И я хотел бы спросить, а вы что-нибудь слышали о статье 23 Конституции, где написано, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонов, переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений? Ведь вы же собираетесь штрафовать, ну так скажем прямо, сеть телеграмм за то, что они не предоставляют какие-то там коды и так далее, для того, чтобы соответствующие службы в целях каких-то борьбы с какими-то неизвестными террористами могли читать наши все сообщения. Как это соответствует с Конституцией-то вообще? Сергей Владимирович, спасибо за вопрос, но та норма, о которой Вы говорите, уже принята и действует. И она записана в законе об информации в статье 10, часть 1. Мы сейчас говорим о внесении изменений в другую часть и о распространении недостоверных общественно значимых сведений. Конституцию я, конечно, знаю и чту, поэтому не вижу в наших поправках никаких разночтений с основным документом страны. Спасибо. Смирнов Юрий Валентинович. Спасибо. Вопрос к Боярскому. Сергей Михайлович, в Вашем выступлении прозвучало создание еще одного государственного надзорного органа. А это новые начальники, это офис, это служебные машины, секретарии и так дальше. Может быть, те дополнительные надзорные функции, которые появляются, передать уже имеющему Роскомнадзору? Спасибо. Уважаемый Юрий Валентинович, видимо, моя вина я плохо объяснил. Я имею в виду исключительно наделение этими полномочиями существующего регулятора Роскомнадзора. Никаких новых ведомств у нас не появляется, будьте уверены. Ширин Александр Николаевич. Я имею в виду исключительно надзорного органа. Я имею в виду исключительно надзорного органа. Если я не скрываю свою личность и могу публично заявить о том, что происходит, допустим, расхищение средств на стройках Минобороны или, допустим, выпиливают лес где-то в заповедной зоне. И я готов, допустим, за эти слова ответить, если меня, или за эту информацию, которую размещаю, если меня привлекают. Ну а, соответственно, в случае принятия этого закона, то такой возможности будет ни у кого. Ни у тех граждан, которые пытаются вбросить фейки, и ни у тех граждан, которые пытаются дать достоверную информацию. Вот еще раз объясняю суть своего вопроса. Вы не даете в этом законопроекте возможность добропорядочным гражданам в этих социальных сетях обозначать свою позицию? Спасибо. Александр Николаевич, ну давайте еще раз. С самого начала. Практически все знакомые нам социальные сети подпадают как организаторы распространения информации по действию данного закона. И в части нераспространения общественно значимой недостоверной информации под него уже попадали новостные агрегаторы. Это уже действующая норма. Мы лишь расширяем ее до площадок социальных сетей. Значит, что касается мнения отдельно взятого гражданина, никто его не отменяет. Мы прекрасно понимаем, что мы не вводим ни цензуру, не посягаемся на свободу слова и выражения мыслей. Мы хотим лишь в случае существования официальной позиции, фактов, пресекать распространение фальсифицированных информаций под соусом достоверной. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Какая-то там частная переписка или небольшой блок, или выражение мнений, суждений, фантазий просто ни техническими, ни какими другими способами не могут подпасть под влияние закона или регулятора. Мы с вами встречались уже не раз с крупными информационными вбросами, начиная с трагических событий в Крымске, плюс во время голосования по присоединению Крыма. Сейчас это Кемерово, и я уверен, что такие заготовки лежат и ждут своего часа на будущие непростые этапы в нашей истории. Поэтому наша задача – реагировать на такие вызовы и наделить наши контрольные органы инструментами, адекватно на них реагировать. Спасибо. Осадчий Николаевич. Нет сомнения, коллеги, в том, что интернет-пространство, социальные сети необходимо чистить от всякого мусора, всевозможных фальсификаций и фейков, от недостоверной информации. Но это следует делать так, чтобы не наращивать антидемократические тенденции и не привозить дополнительную почву для административного произвола. В связи с этим у меня вопрос к Сергею Михайловичу. Сергей Михайлович, как Вы считаете возможным в течение 24 часов, я так понял из текста законопроекта, установить пропаганду войны, противоправность, недостоверность сведений, разжигание вражды и так далее? Как это может быть сделано в течение 24 часов? Поясните, пожалуйста. Уважаемый Николай Иванович, все крупные популярные социальные сети на сегодняшний день уже имеют кнопки «пожаловаться» на самые разные проявления дискриминации, начиная от нецензурной брани, заканчивая то, о чем Вы говорили. И подчас действуют они в течение нескольких часов, а иногда вовсе бездействуют. У каждой площадки свой внутренний распорядок, по которому они реагируют или не реагируют на такие просьбы. Вы знаете, соцсети, которые за одно слово, я не буду его называть, блокируют любого пользователя. А есть случаи, когда живодерский контент висит совершенно страшного характера и не удаляется неделями, и к нему имеют доступ дети. Поэтому я считаю, что любая такая информация может быть вычислена техническими способами, по ключевым словам, с помощью администраторов. И в конце концов социальные площадки зарабатывают крупные средства на огромном количестве пользователей, и в том числе ответственны за тот контент, который внутри их систем распространяется. Поэтому это вопрос технического характера, который мы готовы обсуждать совместно с коллегами, лишь бы они открыли представительство на территории Российской Федерации. Спасибо. Луговой Андрей Константинович. Спасибо. Вопрос Сергею Михайловичу. Сергей Михайлович, этот закон, который мы принимаем, рассматриваем, находится в череде законов, которые принимались прежде и относятся к той категории, которые принуждают игроков интернета и социальные сети выполнять те или иные требования. Вы, когда готовили этот закон, наверняка проводили какую-то статистику, а, собственно, как, к примеру, те же социальные сети, по отношению к которым уже существуют иные другие требования, выполняют требования и законы, и каким образом государство принуждает их к выполнению этих требований, и насколько это принуждение эффективно. А теперь вопрос. Вот, к примеру, что вы можете доложить нам здесь, какие меры были предприняты исполнительной властью, судебными органами в отношении, к примеру, таких соцсетей, как Инстаграм и Фейсбук, в случае несоблюдения ими требований законодательств, которые мы здесь уже прежде принимали. Мы уже в этих стенах слышали от разных представителей исполнительных... Спасибо за вопрос. Действительно, у нас уже есть исчерпывающий перечень претензий к многим площадкам, которые не всецело исполняют уже существующие требования. Это касается и переноса персональных данных для хранения на территорию Российской Федерации и многого другого. Но это не означает, что мы не должны всецело законодательно обеспечить наши контролирующие органы инструментами для побуждения всех этих сервисов к цивилизованной работе на территории Российской Федерации. То, что мы не прибегаем к блокировкам, это, конечно, не вопрос моей компетенции, но это лишний раз доказывает, что у нас нет задачи кого-то закрыть, заблокировать, задушить. Мы взываем к диалогу. И мы видим, что многие сервисы готовы к нему и чтут свою деловую репутацию в том числе, удаляя вредный противоправный контент самостоятельно, без каких бы то ни было требований. Поэтому наш законопроект просто расширяет эти требования на социальные сети как одни из самых быстрорастущих и важных с точки зрения информационного пространства и безопасности страны площадок. Спасибо. Куринный Алексей Владимирович. Спасибо. У меня вопрос Сергея Михайловича. Сергей Михайлович, если возвращаться к первоначальному стартовому опыту немецкой стороны, по какой причине или по каким основаниям сегодня допустима блокировка, ограничение и, соответственно, наложение штрафа именно в Германии? Судебное ли это решение, либо это решение этих уполномоченных органов, зачастую не подкрепленное правовым способом? Алексей Владимирович, спасибо за вопрос. Действительно, в Германии все гораздо проще. Там при судах существуют уполномоченные, которые оперативно и быстро рассматривают безотлагательно все-все-все жалобы. Там совершенно другая структура законодательства, там совершенно другой закон о защите персональных данных. Именно поэтому мы обоснованную критику в свой адрес, когда вносили законопроект летом, учли и переделали практически целиком его текст. У нас слишком разные с немцами подходы. И там действительно не требуется подтверждение государственного органа, и они реагируют на любую жалобу любого пользователя. Да, это привело к тому, что соцсети стали удалять все подряд, боясь больших штрафов. И штрафы там не до 5, а от 5 до 50 миллионов евро. Вот какой там порядок штрафов. Мы, первоначально предусмотрев возможность граждан жаловаться на недостоверную информацию, поняли, что это может привести к злоупотреблениям, завалить соцсети регулятора и суды жалобами. И отказались от этой нормы с тем, чтобы не навредить. И вот в новом тексте она полностью отсутствует. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли желающие выступить? Включите запись на выступление. Исполком переносится на более пользу. Покажите список. Да. Свинцов Андрей Николаевич. Ну, три всего. Непонятно. А, два, три. Единая Россия, один. Единая Россия, один. КПРФ, три. Свинцов, Иванов, КПРФ, три ЛДПРФ. Ну, мы на комитете действительно внимательно послушали разработчиков законопроекта и для себя отметили, конечно, и определённые положительные моменты, что действительно есть серьёзные опасения, в том числе и связанные с вот такими вот фейковыми новостями, но и увидели огромное количество недостатков. Буквально вчера здесь выступал премьер-министр и говорил о том, что огромные у нас, огромные успехи в развитии цифровой экономики, что наши малые и средние предприниматели тоже множатся, как грибы, и всё у нас хорошо, и всё движется вперёд. Но вот этот закон, что он может породить? Он может породить две вещи. Первое. С одной стороны, наш коллега по фракции Андрей Луговой уже задал этот вопрос, а сегодня Роскомнадзор не реагирует, не блокирует ни Фейсбук, ни другие западные компании, которые нарушают закон, которые не хранят персональные данные, хотя должен был заблокировать. Да, вот выбрали один мессенджер, Телеграм, и над ним, значит, издеваются, день и ночь его прессуют. Ну, хорошо, предположим, его выключат. Но дальше встанет вопрос Фейсбук и других, значит, придётся выключать все фактически соцсети и все мессенджеры, которые не подчиняются нашему законодательству. Мы это видим, мы это понимаем, и, в принципе, это их судьба. Вопрос докладчикам и вопрос тем, кто писал. То есть они действительно готовы отключать всё это, то есть закон-то так прописан, помимо штрафов. Вопрос номер два. Предположим, государство в лице Роскомнадзора, судов, решило всё-таки действительно ограничить деятельность определённого количества социальных сетей для того, чтобы дать возможность развиваться нашим отечественным соцсетям, чтобы они выходили на российский рынок и постепенно заместили на российском рынке и соцсети, и мессенджеры. Ну, хорошо, посмотрим вторую часть этого закона. Штрафы. 50 миллионов рублей для юрлиц и 5 миллионов для физлиц. Ну вот какой малый, средний предприниматель в состоянии будет сначала зарегистрировать социальную сеть, её раскрутить, а мы помним, что в законе прописано, что количество пользователей всего 100 тысяч человек, и ты уже попадаешь под действие данного закона. А потом те же самые 100 тысяч человек начнут писать, ну реально начнут писать фейковые новости, и, соответственно, Роскомнадзор заблокирует этого уже отечественного нашего предпринимателя, который попытался построить какую-то компанию, мессенджер или соцсеть здесь в России на 100% с капиталом, расположенным внутри России, для того, чтобы заместить Facebook или другую компанию. То есть, получается, мы этим законом не только делаем благо для спецслужб, но и полностью уничтожаем любую возможность для нашего бизнеса создать что-то похожее на Facebook, на Instagram или на другую социальную сеть. Поэтому надо подумать нам ко второму чтению и очень внимательно отнестись к этому закону. Мы стараемся помочь спецслужбам, но полностью уничтожаем наш собственный бизнес. ЛДПР, конечно, очень осторожно будет относиться к принятию этого закона и, соответственно, к голосованию. Спасибо, Иванов Сергей Владимирович. Коллеги, уже две ручки кто-то забыл. Уважаемые коллеги, ну, во-первых, автору хочу сказать, у вас в пояснительной записке написано от 500 тысяч до 5 миллионов евро. Это ваши немецкие коллеги. Вы мне сейчас говорите, вернее, не мне, а всему залу, что от 5 миллионов до 50 миллионов евро. Разберитесь тогда, что правда, что неправда. Вы знаете, уважаемые коллеги, я вам простой пример приведу. Вот был у нас случай, когда, помните, Чернобыль рванул. И официальные власти об этом ничего не сообщали, поскольку в это время первомайская демонстрация в городе Герои Киеве шла и кричала, да здравствует КПСС и так далее и тому подобное. А вот в этом случае, вы думаете, будет кто-то отвечать за то, что не сообщили о том, что случилось что-то ужасное? Я уверен, что не будет. Вот абсолютно уверен, что не будет. Это все делается для того, чтобы прикрыть одно место тем, кто сейчас у власти. Не для того, чтобы убрать этих людей, исправить то, что они натворили, чтобы не дразнить народ, не дразнить гусей, как у нас говорят, а для того, чтобы это все просто-напросто из сети убрать. Вот простой пример. Сейчас коллега приводил нам, докладчик. Да, случилась трагедия в Кемерово. Давайте отвлечемся от моральных оценок этого дела. Кто-то сообщает, что погибло не 50, а 500, допустим, человек. Что это меняет? Это мешает как-то помогать бороться с пожаром, спасать людей? Ничего абсолютно это не меняет. Поэтому этот аргумент, он абсолютно ничего не дает. Вы просто-напросто хотите взять и тех людей, которые уже оборзели, извините за непарламентское слово, которые купаются в роскоши, плевать хотели на все наше население, вы хотите их спасти от того, чтобы их в социальных сетях не обсуждали. К чему вы придете? Да, вы будете сейчас, вы все это примете, вы сейчас будете штрафовать людей. И кончится тем, что все социальные сети будут обсуждать кошечек, собачек, как приготовить Пасху, рецепты какие-нибудь, как вывести пятна и так далее. А гражданское общество не будет, оно все уйдет в подполье. А потом это подполье выйдет, поднимет кое-кого на вилы, а вы будете говорить, а я в 2018 году за него не голосовал. И поверьте, это будет, потому что раньше, я помню, все ходили, орали, мы за Ельцина. Потом, днем с огнем, нельзя было найти того, кто за него голосовал. Нилов Олег Анатольевич, пожалуйста. Я так понял, поддерживает по ним все законы, да? Нет. Осторожно. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, только сегодня с утра призывал Думу озаботиться очисткой от мусора в прямом смысле. Да, вот того мусора, которым заполонили не только свалки, свалки все-таки хоть как-то санкционированные места, да? Все окрестности вдоль дорог, в лесах, у озер, ну просто ужас. Говорю, давайте рассмотрим этот вопрос. Давайте накажем миллионными штрафами вот этих вот барыг, которые на мусорной теме делают бизнес. Давайте вот этих вот водителей самосвалов хотя бы лишим этого средства преступления. Нет, вот это неинтересно почему-то. Год лежит закон по очистке от мусора в прямом смысле, да? И через увеличение вот такими миллионными штрафами. Это нет. А вот здесь, посмотрите, какая реакция. Конечно же за, Сергей Михайлович, то, чтобы вот этих фейков по трагедиям, по каким-то социальным таким напряжениям не было. Если они есть, конечно, нужно наказывать. Я за то, чтобы наказывать за такие, это можно сказать, преступления, когда сознательно вбрасываются вот такие страшные цифры или на примере пожара, я за. Я, знаете, против чего? Чтобы функции судьи передавались чиновнику. При всем уважении к любому министру. А к некоторым министрам у нас никакого уважения нет. Никакого доверия. Сколько раз мы здесь требовали, чтобы в отставку одного, другого, третьего. А теперь вы им передаете право судить, да? Право принимать окончательное решение, что есть правда, а что есть фейк. Вот это как? Вот это благое намерение, которое создает, посмотрите, какой прецедент. Да, вы говорите, если министр принимает решение удалить, не удалил, получишь штраф. А где? Где суд? Почему тогда не пойти по пути немецкого прецедента, и чтобы все-таки судьи, юристы, адвокаты разбирались, что есть правда, что есть фейк, что преступление? Потому что если наказывается такими штрафами, это преступление. Ну и здесь я, конечно, за то, чтобы ответственность была максимальная, но я против того, чтобы это решали не судьи. Спасибо. Уважаемые коллеги, информация в наше время становится обоюдоострым мечом. Вы это прекрасно понимаете. И чем дальше, тем все такой более жесткий характер она носит. И то, что законопроект внесен Комитетом по безопасности и коррупции, о многом говорит. Потому что информация, с одной стороны, возможность раскачать лодку, а с другой стороны, это информация, это борьба с коррупцией. И вот не перегнуть палку в данном направлении ни в коем случае, мне кажется, мы этого допустить не должны. И ни в коем случае не должна быть сегодня ущемлена свобода слова, в том виде, в котором она существует. Это тоже одна из гарантий, одна из таких нормальных элементов борьбы с той самой коррупцией, о которой мы говорим. Что послужило основой для срочного внесения, срочной обкатки, подготовки законопроекта первого и ему сопутствующего. Трагедия в Кемерово и вот эти вот вбросы, в том числе и из-за границы, о большом количестве жертв и все, что с этим связано. Если это делалось умышленно, если это делалось с целью раскачать обстановку, если это делалось в условиях ЧАЭС, значит, надо вводить соответствующий вариант уголовной ответственности, а не чехам сейчас пытаться повлиять на ситуацию, на которую вот такими методами, как нам предлагается, повлиять нельзя. Нельзя, потому что само ЧАЭС дало, точнее МЧАЭС, дало информацию, что погибло 3-4 человека. Информация явно не соответствовала опасности той ситуации, которая была. И в течение практически полутора дней эта информация в сети была. И сама власть не доработала в данном случае, не провела соответствующие обследования, не привела достоверных фактов и получила в итоге то, что получила. То, с чем нам предлагают бороться. Но вопрос даже не в этом. Дело в том, что под шумок этим законопроектам предлагается наказывать и штрафовать, в том числе на 50 миллионов рублей, за следующее нарушение федерального законодательства. Это за пропаганду культа, насилия и жестокости по жалобам граждан. Что это такое пропаганда культа, насилия и жестокости? Кто это определит? Без решения суда, кстати, только по жалобе гражданина. Нецензурная брань, если она распространяется в сети, это достаточно распространенное явление, 50 миллионов рублей. Штраф за такое дело. Не установление программы Роскомнадзора для учета количества почтителей. Это тоже, кстати, нарушение предусмотрено в этом законе. Не установил программу, которую Роскомнадзор для Фейсбука, например, предлагает или рекомендует. Будьте добры, получите штраф на 50 миллионов рублей. Ну и, естественно, то, что вызывает наибольшее сегодня опасение, это такие формулировки, как обнаружение недостоверной общественно значимой информации. Что это такое? Недостоверная общественно значимая информация. Кто определяет достоверное на недостоверные? Уполномоченные государственные органы. Мы вам только что привели пример и Чернобыля, и даже этот кемеровский пример, когда первичная информация, предоставленная уполномоченными органами, была недостоверная сама. И попытка уйти от ответственности, попытка сгладить в ряде случаев остроту конфликта или уменьшить масштабность этого проявления, она приводит к совершенно другим последствиям. Можно вспомнить про свалки, где долгое время говорилось, что это вот там 100 бузотеров всего лишь оказывается в этих городах, сегодня ведут борьбу. Им делать больше нечего. Можно вспомнить высказывание кемеровского губернатора, которое он тоже не очень лицеприятную оценку дал. И это абсолютная ложь была. Это не соответствовало действительности. Сегодня нам предлагается принять только одну точку зрения. Ту, которую пропагандирует государство. Вот в средствах массовой информации официальных это сделать легко. Первый канал, второй канал, НТВ, они сегодня контролируются. А в сетях этого сделать сегодня сложно, а порой и невозможно. Давайте, поэтому мы и сети будем наказывать. Причем за, еще раз скажу, часто абсолютно надуманным предлогом. Следующий эпизод, и он касается всех политических партий оппозиционных, нарушения на выборах и референдумах. За них тоже можно будет наказывать на 50 миллионов рублей. Что это такое? Я вам напомню, что если сегодня дословно трактовать существующие нормативные акты, то размещение любой информации предвыборной в сетях с посещением более 2000 человек на той или иной страничке, это будет нарушение законодательства. И практически мы, политические партии оппозиционные, будем лишены действенного инструмента по доведению своей программы, по проведению предвыборной агитации. Это тоже внутри этого законопроекта. По поводу того, кто же будет определять и каким образом все это будет происходить, вот по поводу этих уполномоченных органов, они тоже, кстати, не оговариваются. Закрытого списка нет. Прокуратура, МВД, МЧС, либо какие еще органы. Как это будет происходить, тоже совершенно непонятно. Ну и последнее, это техническая возможность вот этой вот блокировки и осуществления этих самых действий. Информация мозаичная, она расходится по множеству страниц. Блокировать ее фактически сегодня технически будет нереально. Мы столкнемся с тем, с чем сегодня столкнулись с Телеграмом. Когда Роскомнадзор бодается с той организацией, которая не может предоставить ключи для того, чтобы расшифровать эти записи. Технически не может, такой технической возможности нет. Мы ее за это наказываем или пытаемся убрать сегодня с поля, нарушая тем самым принцип, в том числе и предусмотренный в Конституции, тайной переписки. То же самое сейчас будет и с социальными сетями. Не могут они технически убрать всю эту информацию. Многочисленные ссылки, комментарии, преобразования, мысли и все, что с этим связано. Будем принимать закон, который будет применяться строго избирательно, по строго определенным критериям, по строго определенным событиям. Вот это достоверно, считают органы государственной власти, либо какой-нибудь прикормленный суд будет срочно выносить решение об обеспечительных мерах и блокировать информацию о наших олигархах, которые ведут не очень добропорядочный образ жизни вместе с высокопоставленными чиновниками. От людей эту информацию будут скрывать, ссылаясь на, опять же, безопасность и забывая о том, что бороться с коррупцией нужно только в том числе и такими методами. И они достаточно эффективны сегодня. И люди должны знать, что у нас сегодня совершается в стране и как это происходит. Фракция КПРФ не будет поддерживать данный законопроект и считает, что он нанесет большое количество вреда. А пользы от его принятия весьма сомнительные. Спасибо. Спасибо. Ширина Александровна Николаевич. Не от фракции, да? Я думаю, что мне тоже можно немножечко по прецеденту, если пояснители записки, коллеги ссылаются на Евро и на Германию. В принципе, я думаю, что надо придерживаться наших стандартов, тогда не двойных, а конкретно. Если мы берем пример с Германии, если мы говорим о том, что в Германии есть хорошие законы, так давайте быть последовательными. Давайте возьмем их законы и применим на нашей территории. Давайте возьмем их поддержку сельского хозяйства, требования к строительству автодорог. Давайте возьмем их требования к экологии. Давайте возьмем их стандарты по пенсионному обеспечению. Да вообще, в принципе, посмотрите, сколько в Германии федеральных законов, их гораздо меньше, и вы поймете, что чем больше законов в России принимается, тем лучше жизнь граждан Российской Федерации, к сожалению, не становится. Поэтому еще раз напоминаю основной принцип, который предлагает фракция ЛДПР. Поменьше принятие законов, но побольше в них должно быть смысла и сути, потому что люди ждут от нас действительно эффективной работы. Вот я его когда почитал, посмотрел, мне кажется, что этот закон попросила принять Ксения Анатольевна Собчак, потому что всю ее бурную деятельность до выборов президента Российской Федерации, в которых она имела счастье принимать участие, надеюсь, это первое и последнее в жизни, в социальных сетях людям напомнили. И вот то, что приходилось показывать об уважаемом кандидате в президенты великой ядерной державы, в принципе, можно было в социальной сети, в случае, если бы этот закон действовал, уже только за это блокировать. Там было все, не буду перечислять, ну, как джентльмен. Что я еще хотел бы коллеге напомнить? Мы знаем, что из закона физики температура вскипания воды 100 градусов, но есть еще один случай, 120 градусов, когда вода полностью очищена от каких-либо примесей. Но, к сожалению, в первом случае вода вскипает постепенно, а во втором случае она вскипает внезапно, происходит такой своеобразный взрыв. Вот выход пара происходит в социальных сетях, когда вы не можете дать интервью на федеральных каналах, не можете дать в районную газету, когда все региональные СМИ сидят на кормушке у бюджета областного, потому что разыгрываются тендеры, они получают сотни тысяч, а то и миллионы рублей для того, чтобы восхвалять и рассказывать о деятельности региональной власти. Когда даже у депутата Государственной думы оппозиционной партии нет возможности рассказать о своей работе и прокритиковать власть, то остается только один источник. Это интернет, социальные сети. Но если вы хотите таким образом, скажем так, устранить вероятность народных волнений или возмущений, то я хочу вам сказать, что вы идете по неправильному пути. Еще раз вам хотел бы, уважаемые коллеги, напомнить, когда есть куда выплеснуть пар, он выплескивается через клапан. Если вы этот клапан сейчас закрываете, то пар найдет место выхода, и он будет не самый, наверное, удачный. Спасибо. Спасибо. Шарагунов Сергей Александрович. Уважаемые коллеги, я внимательно почитал этот проект, и при всем уважении к разработчикам не могу не высказать определенные замечания. Но прежде всего расплывчатость, равна туманность и суровость формулировок, она выходит, конечно, на определенные сомнения, может ли вообще работать подобный закон. Как это в течение 24 часов предлагается блокировать всякую информацию, которая, например, нацелена на разжигание войны. Но вот вчера американский президент грозил нам ракетами, и все это активно обсуждается везде и всюду. Но давайте весь твиттер сейчас блокируем в связи с этим неумным твитом американского президента по поводу якобы умных ракет. И давайте вообще не будем ничего обсуждать, потому что все это так или иначе может подливать бензинчику в костер. Я уж не говорю по поводу вот этой замечательной формулировки «фальсификация общественно значимых сведений». Это ведь может быть все на свете, это исторические обсуждения, культурные разговоры. Это может быть предъявлено любому человеку, любому автору любых времен и любых народов. Это уж напрямую относится и к русской, и к мировой литературе. Если говорить о пресловутом разжигании, ну давайте и Льва Николаевича Толстого, и Александра Сергеевича Пушкина, и Владимира Владимировича Маяковского. Всех под запрет в течение 24 часов любое цитирование и приведение тех или иных строк и высказываний может быть тоже расценено как разжигающее. Но самое главное технически выполнять это дело мне представляется совершенно невозможным. Да, ну конечно можно на кого-то, так сказать, выборочно наброситься. Что создает опять-таки очень странную правовую коллизию и, на мой взгляд, поощряет скорее правовой нигилизм. Потому что все остальные пожимают плечами и говорят простую вещь. Ну давайте тогда просто возьмем и вырубим интернет. Если нас не устраивают социальные сети, если нас не устраивает интернет, где сегодня находятся миллионы людей, если нас пугает, что где-то кто-то там в фейсбуке непечатно выразился, включая и охранителей, и прогрессистов и так далее, включая, кстати, многих отечественных писателей, в том числе классиков в их книгах. Ну хорошо, это ужасно, давайте запретим. Давайте запретим даже тихий дон наш классический за натуралистические сцены. Давайте Николаю Васильевичу Гоголя с его натурализмом подвернем немедленной цензуре. Поэтому, конечно, проголосовать-то можно. Вопрос в том, что этот закон точно не будет работать и будет воспринят как некая одиозная и странная, неработающая, но запретительная мера, нацеленная на ограничение свободы мысли. Свобода мысли есть неотъемлемое право всякого человека. В нашей стране тоже. Вот на этом стоял и стоять буду, буду голосовать против. Ольшинский, Андрей Геннадьевич. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги. Российская Федерация сильное и суверенное государство. И все, что происходит в последнее время, понятно, многим это не нравится. Многие хотели бы видеть нас как определенной колонией или 51 штатом Америки. Но, тем не менее, раз это не происходит, повторю, это многим не нравится, и, к сожалению, это многим не дает покоя. Все, что происходит в последнее время, если посмотреть, мы все прекрасно понимаем, что в Российской Федерации практически объявлена война как финансово, так и идеологическо. И все, что происходит, мы это видим. И главная роль, одна из главных роль этому отведена социальным сетям. Вот именно через соцсети распространяется много недостоверных сведений. Наши оппоненты подменяют факты, манипулируют общественным мнением. За примерами далеко ходить даже не будем. Здесь неоднократно говорилось с этой трибуны, к сожалению, трагические события, это нашему Кемерову. Но я хотел бы еще напомнить несколько фактов, про которые здесь не упомянули и прошли стороной. Это, предположим, помните постановочные кадры, так называемые химические атаки в Сирии. Или помните, в том числе и здесь мы в этом зале бурно обсуждали в кулуарах, когда по социальным сетям прошла информация о якобы сотнях, а если быть точнее, более 500 погибших российских солдат в Сирии после бомбардировки коалиции во главе с Соединенными Штатами. Мы все прекрасно понимаем, что это делается для того, чтобы сподвигнуть Российскую Федерацию к ответным действиям. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что журналисты, когда работают с подобными фейками или с подобной недостоверной информацией, они ее проверяют. Но, к сожалению, благосфера, когда печатают и публикуют ту или иную информацию, либо не это не делают, либо не имеют возможности проверить ту или иную информацию, потому как бы это как снежный ком идет перепечатывание. Я хотел бы обратить ваше внимание, что последствия сотен, тысяч перепостов могут привести к катастрофическим последствиям, вплоть до паники среди населения. И сильное государство, а я думаю, все мы здесь, кто сидим в этом зале, считаем Российскую Федерацию сильным государством, обязано предпринимать оперативные действия для того, чтобы оградить и государство, и граждан от той негативной и грязной информации, которая идет в информационном поле. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что законопроект, который мы сейчас обсуждаем, он вот именно посвящен для правового регулирования социальных сетей. У нас этого, к сожалению, нет. И этими вещами, и можно от фракции. Добавьте время. У нас, к сожалению, на сегодняшний момент этого нет. И этим надо было заниматься уже давно. Я хотел бы обратить ваше внимание, что авторами данного законопроекта мы хотим вернуть обществу доверие к тем фактам, которые печатаются. Мы хотим и призываем собственникам социальных сетей не забывать о своей социальной ответственности за то, что происходит на их площадке. Хотелось бы, я особо подчеркну, что Россия открыта для иностранного бизнеса, которые здесь так сильно говорили, что это может подорвать малый и средний бизнес, в том числе иностранных инвестиций, иностранный бизнес. Мы открыты для этого. Мы лишь настойчиво напоминаем всем о необходимости уважать наши российские законы. Фракция «Единая Россия» выступает за принятие этих законопроектов. Мы предлагаем нашим коллегам, которые здесь отчасти были правы в ряде замечаний, принять активное участие в подготовке данных законопроектов в рассмотрении во втором и в третьем чтении. Фракция «Единая Россия» будет голосовать за данные законопроекта и призывает коллег сделать то же самое. Но от себя можно добавлю. Уважаемые коллеги, когда здесь выходили представители и говорили, что мы не будем, потому что считаем, что это неправильно и это делать нельзя, я хотел бы, не буду называть фамилии, но хотел бы обратиться. Многие из вас, которые идут в средства массовой информации, многие из вас, кто выступает в том числе так называемые прямые эфиры и так далее, вы обсуждаете именно те фейковые новости, которые печатаются в социальных сетях. Так вот давайте сделаем так, чтобы этого не было. Спасибо. Представитель президента, правительства, автор, садокладчики. Левину дай, пожалуйста. Дорогие коллеги, несколько комментариев к выступлениям для понимания. Здесь говорилось о тайне переписки данной законопроекта. Я не выступаю его адвокатом, а просто для объективности ради. Никаким образом не регулирует тайну переписки пользователей социальных сетей. Наоборот, вещь идет об открытой информации, активно распространяемой среди пользователей социальных сетей. На это стоит обратить внимание. Относительно 24 часов удаления, сегодня это тоже тема поднималась, насколько это возможно и реально. Автор частично ответил на этот вопрос. Я только добавлю, что не только у самих администраций социальных сетей есть такая возможность. И зачастую, если речь идет о терроризме и каких-то серьезных правонарушениях информационных, самими модераторами социальных сетей такая информация оперативно удаляется. Но я напомню, что и у полномоченных органов наших, которые регулируют вопросы экстремизма, терроризма и многих других, генпрокуратура, оперативно обращаясь в Роскомнадзор, и Роскомнадзор также оперативно, по нашему законодательству, требует немедленного удаления этой информации. И соцсети, в том числе, кстати, иностранные, действительно удаляют эту информацию. Также здесь поднималась тема об исполнении сервиса российского законодательства. Да, действительно, проблема существует. Но это не проблема того, что сервисы не сотрудничают с уполномоченным органом Российской Федерации. А речь идет о том, что, к сожалению, они не на все запросы уполномоченного органа, который он делает в соответствии с законодательством, реагируют одинаково. Какие-то удаляют оперативно, а в каких-то случаях пытаются снять с себя ответственность или не реагируют, затягивают исполнение данного решения. Так вот, в этой связи, чтобы не подводить ситуацию к блокировке, не ограничивать возможности миллионов пользователей, которые пользуются различными социальными сетями, и появляется возможность штрафа. Когда автор говорил о применении данных норм в иностранном законодательстве, как раз речь шла о том, что там также не предлагается блокировка, там предлагается штраф, штраф серьезный, именно для того, чтобы социальная сеть понимала, так как они все заинтересованы в работе, в том числе и в нашей стране, здесь зарабатываются достаточно существенные средства, что так или иначе они понесут за это не только наказание в виде блокировки, но и в виде серьезных административных штрафов. Здесь поднималась также цифра про 100 тысяч, мы ее тоже обсуждали на комитете, и она действительно требует дополнительного обсуждения, но здесь она приводилась несколько в другом ключе, что якобы некие малые предприниматели, средний бизнес, который занимается социальными сетями, не сможет справиться с этой работой. Я хочу обратить ваше внимание, что как раз думаю, что с российскими компаниями проблем не будет, и они будут исполнять законодательство нашей страны. В частности, всем известная сеть ВКонтакте выполняет все предписания Роскомнадзора в рамках его полномочий, в рамках требования законодательства. Здесь также приводился пример, связанный с Чернобылем, и говорилось о том, что именно попытка скрыть эту информацию приводит к плохому развитию событий. Говорится в том, что якобы в законы пытаются скрыть развитие событий. Вот я хочу зачитать, как дословно звучит один из пунктов этого закона. Не допускать использования публичной сети не только в целях фальсификации общественно значимых сведений, но и в целях их сокрытия. Это как раз говорит нам о том, что это тоже важная задача социальной сети публиковать достоверную информацию. И наша задача вместе с всеми участниками социальной сети как раз активно этому содействовать. Здесь я бы, наверное, обратил на другое внимание, что мы, конечно же, должны сделать все, чтобы те граждане, кто не намеренно распространяет лживую информацию, непроверенную информацию, а кто искренне заблуждаясь ее перепечатывает, вот чтобы эти люди не попали под действие данных законодательных инициатив. И, конечно же, нам нужно более внимательно вместе с вами посмотреть на усиление ответственности для тех, кто как раз вбрасывает эту информацию. Там, где у нас недостаточно отрегулировано законодательство повышения ответственности, вплоть до, может быть, не только административной, но и уголовной, для тех, кто именно вбрасывает. Как раз для того, чтобы было понимание, что эти люди должны нести больше ответственности, чем другие. Ну и последнее, я хотел бы что сказать. Можно ли технически удалять большой массив информации или нет? Конечно же, можно. В администрации соцсетей есть такая возможность. И представители, кстати, иностранных соцсетей, тот же господин Цукерберг говорил о том, что такие возможности есть, они даже увеличивают количество этих людей. Ну и последнее, удаление и неудаление. Добавьте время. Просто мне кажется, это важно, поэтому я последнее хотел бы добавить. Мы должны, коллеги, с вами разделять одну важную вещь, когда мы говорим о удалении. Если речь идет о тех людях, кто в социальных сетях пишет что-то под своей фамилией, то к ним нет вопросов. И более того, были многочисленные случаи, когда люди извинялись за распространение, соответственно, несоответствующей действительности информации, приносили свои извинения. Но мы должны помнить, что многие в социальных сетях скрываются под чужими именами, под фейками, аккаунтами, как раз от них идет основное распространение. Вот с этой массой и с этим, скажем так, массивом такого рода аккаунтов нужно и необходимо работать, в том числе и законодательно. Большое спасибо, просим поддержать. Спасибо. Коллеги, ставится на голосование пункт 27 повестки дня. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято в первом чтении. Ставится на голосование пункт 28. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается в первом чтении. Коллеги, возвращаемся к рассмотрению пункта 21 нашей повестки. Хочу обратить внимание, коллег, у нас еще достаточно большое количество законопроектов на принятие сегодня. Осталось работать чуть больше часа. Прошу сходить из этого при дальнейшем обсуждении. Хованская, Галина Петровна, пожалуйста. В крайнем случае, первые чтения, все равно ничего страшного. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, вопрос, который мы сегодня рассматриваем, исключительно важный. Я считаю, что в нашей стране две категории граждан. Это жители аварийных домов и дети-сироты. Это та история, по которой можно сказать, это позор. Понимаете? Это позор нашего государства. Ну ладно, без комментариев. Перейдем непосредственно к законопроекту. А по законопроекту у меня такое ощущение, что в этой бочке дегтя есть несколько ложек, точнее две меда. То есть обратная немножко ситуация. То есть мы действительно поддерживаем изменения в 44-й ФЗ о закупках. Мы поддерживаем единый список и реестр. Это правильные абсолютно позиции. Но, к великому сожалению, многие позиции нас не устраивают. И более того, у нас есть предложения, которые тут никак не фигурируют в законодательном проекте в этом. Но я, тем не менее, признательна Павлу Станиславовичу, что он некоторые моменты услышал. Я об этом позже скажу. Значит, я начну все-таки с предложений, потому что тема большая и время ограничено, действительно. И от фракции, пожалуйста, поставьте. Добавим, добавим, пожалуйста. Значит, первое предложение. Вот специализированный фонд. Плата за наем. Значит, мы предлагаем освободить от платы за наем в этом фонде. Кстати сказать, можно было заключать не договор найма, как у дворников и прочих служащих, а можно было заключать договор безвозмездного пользования, который бы исключал обязательность вот этой платы за наем. И не надо было бы доказывать, там, малоимущий этот ребенок или немалоимущий. Значит, вот это вот предложение, пожалуйста, вы его обсудите. Обсудите и два сценария. Либо освободить, либо... А, я не слышу. Поправочку. Хорошо. Слышу предложение уже от председателя комитета. Дальше. Очень тяжелая категория – это дети-сироты, страдающие тяжелыми заболеваниями. Очень тяжелая категория, хроническим причем. Поэтому мы предлагаем, соответственно, дополнить, и эта поправка у нас уже есть, часть 4, статья 8, пунктом следующего содержания. Наличие у детей-сирот тяжелых форм хронических заболеваний и, соответственно, обеспечивать их в соответствии с жилищным кодексом, с нормой, которая есть в 51-й статье жилищного кодекса. Потому что в этом перечне говорится о том, что совместное проживание с ними в одном жилом помещении не допускается. Коллеги, очень важное изменение, тем более учитывая категорию. И, наконец... Вот, вы знаете, вот эту проблему можно было решить очень быстро. Нужна только политическая воля. А у нас в поддержку нашей политической воли есть уже позиция президента Российской Федерации, который отреагировал на обращение Следственного комитета, отреагировал на обращение руководителя администрации президента и сказал, что надо оплачивать, так же, как военнослужащим мы оплачивали, пока не была решена проблема обеспечения жильем наших военнослужащих по Министерству обороны, так же оплачивать плату за наем. Посчитайте, что будет выгодней. Предложите, когда пойдет бюджет. Понимаете? И решите вы эту позорнейшую проблему, потому что мы готовим для криминала людей. Мы их выбрасываем на улицу. Понимаете? Это совершенно недопустимо. И я хочу сказать, что это поручение президента и его согласие на это было 31-го, 12-го, 17-го года. Пожалуйста, вот оно есть. Значит, будьте более настойчивы, когда принимается бюджет по защите жилищных прав наших детей-сирот. Теперь, с чем мы категорически не согласны? Ну вот об этом уже говорили коллеги, спасибо им за это. Мы совершенно не согласны с неоднократным продлением срока. Вот вы сами сказали, Павел Станиславович, что у нас там из 258, 166 совершеннолетние. Значит, остальные 90 тысяч – это уже те, кто старше 23-х лет. Ну, старше, да. Преодолели вот этот рубеж 18 лет. Значит, я хочу сказать, что вот за эти помещения приходится платить. За эти помещения, если это специализированный фонд, надо платить внос на капремонт. А вы знаете, какие долги у нас в публичной власти по вносу на капитальный ремонт? Это больше, чем у граждан долги. Значит, поэтому мы считаем, что надо не только исключить вот эту вот неоднократность, да, потому что если речь идет о тяжелобольных, это совершенно другая история. Это интернаты, это уже другая история. Но и подумать о том, чтобы пятилетний срок по обращению, по возникновению ситуации в семье, когда там родился ребенок и так далее, и полноценный уже человек, получивший в 30 лет, наконец, эту квартиру, чтобы можно было этот срок сократить. Ведь у нас даже в 40 лет получают это жилье. Не зря Ингушетия у нас здесь выступала с такой законодательной инициативой. Мы их поддерживаем. Дальше нужно прекратить вот эти вот обмены. принудительные и как основание для того, чтобы потом предоставлять жилье. Ну, вы понимаете, это либо теоретически возможно, а точнее 99% случаев невозможно, либо даже теоретически невозможен этот обмен. Пожалуйста, учтите вот эту ситуацию. И, наконец, будьте добры, еще мне немножко совсем времени. Дайте. Так. Дальше. В отношении переселения родителей, лишенных родительских прав, по нормам общения. Нет, нет, зачем еще 4 минуты добавили? А, ну все, замечательно. Уже 7 минут прошло, добавьте еще минуту. Хорошо. Так вот, это слишком большая роскошь. Как раз вот здесь вы не умеете деньги считать, понимаете? Потому что даже 6 метров в каких-то общежитиях, которых уже не существует, понимаете? Где вы найдете эти 6 метров? И кто за это будет платить? А это дополнительная нагрузка. Может быть, 2 раза по 6 метров, и можно было обеспечить ребенка нормальными жилищными условиями? Вот. Так что я очень вас прошу внимательно отнестись к нашим замечаниям. По форме, выскажите. Не помни. Тихо, тихо, тихо. И я категорически не согласна с тем, чтобы детей-сирот выселять за неуплату. Надо рассматривать. Если это малоимущий, он не должен платить за социальный наем. Он не должен платить взнос на капитальный ремонт. Понимаете? Вот эти все моменты надо, безусловно, учесть. Спасибо за внимание. Будем работать вместе. Спасибо. Спасибо, Галина Петровна. Кулиева Василина Васильевна. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Конечно, эта тема очень актуальна для всех регионов Российской Федерации. И хотелось бы сказать, что стабильное обеспечение детей-сирот жилыми помещениями зависит от совокупности факторов. Во-первых, оказание надлежащего финансирования субъектов Российской Федерации в части строительства или закупки жилья для детей-сирот. Во-вторых, установление единообразной практики для всех субъектов в части предоставления жилых помещений детям-сиротам, в том числе по сохранению их жилищного фонда. В-третьих, эффективность принимаемых решений органами государственной власти и субъектов Российской Федерации. Вот Павел Станиславович сегодня сказал о том, что нам необходимо 200 миллиардов рублей для того, чтобы закрыть этот вопрос. Но сегодня выделяется всего 6 миллиардов рублей на субъекты. А финансирование данным случая является ключевым. Поэтому важно изменить в целом подход к данной ситуации. Еще один фактор для пополнения специализированного жилищного фонда является устанавливаемое Министерством строительства Российской Федерации предел для закупки вторичного жилья. Органы государственной власти и субъектов Российской Федерации принимают неэффективные меры, из которых следует тот негативный результат в части ненадлежащего обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. К сожалению, в настоящее время в ряде регионов страны складывается негативная практика, при которой предприниматели собирают информацию о продающихся квартирах, после чего предлагают собственникам жилья свои услуги по его гарантированной продаже в рамках региональной программы по обеспечению жильем детей-сирот. И чиновники, в принципе, должны сами заниматься поиском квартир, как это было и раньше. Цель – сэкономить бюджетные деньги в виде немалой разницы в цене, разницы между договорной ценой, продавец-посредник и ценой на аукционе. В период работы с избирателями я получаю многочисленные обращения от детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей. И, к сожалению, очень много людей, которых превышает возраст, 30 и 40 лет есть, которые ждут на сегодня эти квартиры. И хотелось бы сказать, что фракция ЛДПР неоднократно предлагала меры, чтобы обеспечить детей-сирот, в том числе и иных категорий граждан с жилыми помещениями, а именно создать государственные строительные компании. И фракция ЛДПР данный проект закона поддерживает. Спасибо. Спасибо большое. Окунева Ольга Владимировна. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, в этом зале абсолютно нет равнодушных к закону, который касается права гарантии детей-сирот. Каждый из нас всегда во время приема, во время региональной недели получает обращение от детей-сирот. И представители правительства сегодня назвали цифру 166,5 тысяч детей-сирот старше 18 лет нуждаются в обеспечении жильем и ждут своей очереди. Я хочу напомнить, что фракция «Единая Россия» еще в декабре 2016 года создала рабочую группу. Ее председателем была Ольга Юрьевна Баталина, и наши депутаты-коллеги фракции занимались совместно с правительством формированием предложений в этот новый законопроект. И считаем, что очень важным это предложение регионов, что будут единые порядки по России, формирование очередности, и дети-сироты не будут испытывать проблем при переезде в другие регионы и знать, что они будут продолжать состоять на учете. Они получают разные профессии, образование и вправе переехать из субъекта в субъект, сохранив за собой все те гарантии, которые предоставляет государство. Таким образом, мы заботимся о детях-сиротах, здесь коллеги задавали сегодня много вопросов, что считает наша фракция очень важным, что установленный порядок подачи заявлений, права есть у законных представителей ребенка, и должен усилиться контроль органов опеки и попечительства. Но на что хотелось бы обратить внимание представителей правительства, проработать вопросы, связанные с предоставлением очереди тем, кто состоит на учете. У нас очень много судебных решений, и фактически дети-сироты вынуждены обращаться в суд с тем, чтобы им приобреталось жилье. Очень много среди очередников, те, по которым уже состоялись судебные решения. И, безусловно, на настойчивое формирование сумм при защите бюджета по федеральной части средств, выделяемых субъектов. Это очень маленькая сумма, и она должна быть больше с тем, чтобы очередь ежегодно сокращалась, и дети могли жить в хороших условиях. Сегодня здесь коллеги говорили о том, что не очень качественно, ответственно относятся дети-сироты к тому жилью, в котором живут. Коллеги, это тоже работа и законных представителей детей, и наших учреждений образования, где живут дети-сироты, учить их этому ответственному отношению к жизни, давать возможность им быть полноценными людьми, знающими свои права и ответственность. Поэтому мы готовы продолжать совместную работу наша фракция с правительством, считаем этот законопроект важным и поддерживаем. Спасибо. Спасибо большое. Куриный Алексей Владимирович. Аттракции поставите? Попробую. Пока три минуты поставьте. Да, уважаемые коллеги, тема действительно очень важная. У меня предложение в проект постановления, когда мы будем принимать этот законопроект в целом, все-таки внести необходимость увеличения финансирования. Потому что цифры называются, а к большому сожалению 6 миллиардов, с одной стороны, то, что предусмотрено в федеральном бюджете, 200 миллиардов, сколько надо. Это, естественно, не соответствует, даже 50 на 50 не получается. Мы уже не говорим про то, что вот этот вот разрыв, он растет с каждым годом. У меня есть статистика за 2014 год. 129 тысяч было у нас тех, кто состоял в этой самой очереди. Сейчас их уже 258 тысяч за 4 года. Причем очередь растет в большинстве субъектов. Опять же, есть анализ за 2017 год. Только 20%, только 17 субъектов выдали квартир больше, чем стало новых, скажем так, претендентов в эту самую очередь. Во всех остальных их стало гораздо больше. Гораздо больше, и по итогам 2017 года было куплено всего 27 тысяч квартир, 27 тысяч 200, а прибавилось в очередь по России 10 тысяч 266. То есть очередь продолжает расти, несмотря на наши вот тут якобы рабочие группы, какие-то попытки что-то сделать. Без федерального центра регионы этот вопрос не решат. Мы это все прекрасно понимаем. Второй момент, то, что касается адаптации или судьбы вот этих самых детей-сирот после 18 лет. Представитель министерства сказал, что якобы органы опеки попечисто контролируют. На самом деле, из личного опыта могу вам сказать, что никакого контроля особенного за этими детьми нет. Они совершеннолетние, детский дом или там их профтехобразование учреждение выпустило, а дальше, в общем-то, они должны сами заботиться о себе. Статистика неутешительна. 50% этих людей, этих детей, фактически, это люди, которые в итоге либо опускаются на самое социальное дно, пьют, не дай бог еще подсаживаются на наркотики, находятся после этого в местах лишения свободы. 50% относительно удовлетворительно адаптируются. Естественно, без помощи государства, без помощи органов, которые призваны этим заниматься, перспектива не изменится. Даже те данные, которые приведены в нашей пояснительной записке, говорят о том, что очередь подходит у ребенка-сироты, которому это жилье нужно, крайне необходимо, а 10% из них не могут найти. Просто не могут. Где они находятся, чем они занимаются, никто не знает. Я был, скажем так, и в домах, которые строились специально для детей-сирот, где их селили несколько десятков сразу. Ну, прямо скажу, неприглядное зрелище, выбитые окна, расстрощенные двери, там вся порушенная сантехника, все, что только можно. Никто не следит, я прошу добавить, никто не следит, никому ничего не надо. Органы образования или там опеки изредка выезжают, и понятно, что это жилье буквально в короткие сроки приводится в негодность. И я сомневаюсь, что там тот механизм, который сейчас предусматривается этим законопроектом в виде выселения в какие-то общежития, которых нет, он заработает. Нет этой жилой площади, нет этого маневренного фонда и нет возможности выселять. И, к большому сожалению, при вот таком компактном поселении без надлежащего контроля, туда надо вводить именно институт варианта общежития, и чтобы там был человек ответственный, не привыкли к этому, только тогда, может быть, будет какой-то толк. Второй момент, это когда социально неадаптированного человека вообще выселяют одного в квартиру, и возникает куча жалоб. Ну вот, классический пример, приехал в одну из квартир, где должен проживать ребенок-сирота с отоплением, нет, там уже два года, неизвестно где он отопление отключил, естественно, все квартиры, которые находятся по периметру, мерзнут, потому что там все насквозь промерзает, в квартире 0 градусов мы были там зимой, все жильцы жалуются, найти где этот ребенок, что с ним, никто не может, никто сказать не может из контролирующих органов, вообще вернется, но не вернется. После армии пропал, и вот с тех пор его нет. Что касается вопроса продления там на 5 лет и еще на 5 лет, это, конечно, замечательно, и для некоторых из этой категории действительно это надо сделать, но, опять же, обратимся к опыту многих регионов, люди получают квартиры в весьма зрелом возрасте. Вот ребенок-сирота, ребенок-сирота, ему 28-29 лет он получает квартиру, у него же семья, двое-трое детей, и ему говорят, все, в течение пяти лет ты ничего сделать со своей квартирой не сможешь, жди пять лет. И поэтому, мне кажется, надо внести соответствующие поправки, когда по решению коллегиального органа, естественно, не отдельно взятого чиновника, а именно коллегиального органа, при оценке всех обстоятельств, всей возможности там на сегодня проживания, такому человеку, такому ребенку была бы дана возможность, скажем так, перейти на социальный найм и приватизировать эту квартиру в более ранние сроки, для того, чтобы в последующем быстро, и, используя в том числе механизмы государственной поддержки, улучшить жилищные условия своей семьи. Вопрос выселения в общежитие, в принципе, мне кажется, в том варианте, в котором он прописан сегодня в законопроекте, он достаточно жестко прописан, как для обычных граждан. Не платишь полгода, все, до свидания. К большому сожалению, пришлось столкнуться, выехал тоже в один из домов, из пяти квартир, где проживали дети-сироты, в четырех, в течение двух лет они уже не уплачивали за коммунальные услуги. По ряду причин. Кто зарегистрироваться не мог, кто документы не получил, кто еще по каким-то другим опрятам. Поэтому здесь должен быть прописан именно для этой категории какой-то дополнительный гарантирующий механизм, для того, чтобы их сразу не выселяли. В целом, фракция поддерживает приятное данное законопроекта, будет готовить необходимые поправки ко второму чтению, но считает, что законопроект, в принципе, кардинально ситуацию с предоставлением жилья не меняет. И мы наставим на то, чтобы дополнительные средства в федеральном бюджете на решение этой проблемы были предусмотрены. К платежному случаю она никогда не будет решена, и этот ком будет только нарастать. Я еще раз напомню, по итогам 2017 года плюс 10 тысяч дополнительных, скажем так, очередников появилось в этой очереди, без решения проблемы. Спасибо. Спасибо. Павел Станиславович, есть возможность выступить за включительным словом? Нет. Тамара Васильевна, будете выступать? Депутату Плетневой включите микрофон. Уважаемые коллеги, можно еще очень долго говорить на эту тему, потому что это действительно тема больная. Но для того, чтобы говорить конкретно по закону, надо его прочитать. Прочитать внимательно, а потом делать замечания к нему, а не просто так придумывать целые страшилки. Спасибо. Коллеги, ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект в первом чтении принимается. По ведению депутат Сайтиев Бувайсар Хамидович. Иван Иванович, голосовал по 27-му за, система не сработала. Хорошо, прошу участие на грамме. Переходим к рассмотрению 22-го вопроса. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает официальный представитель правительства, статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Игорь Николаевич Зубов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, 5 апреля вами в первом чтении был одобрен законопроект номер 387044-7, внесший изменения в статью 16 федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации в части установления обязанности приглашающей стороны осуществлять контроль по соблюдению иностранными гражданами и лицами безгражданства заявленные цели их въезда в Российскую Федерацию и соблюдения срока нахождения в стране. Сегодня, как мы и оговаривали в ходе предшествующего обсуждения, правительством вносится законопроект, устанавливающий административную ответственность приглашающей стороны за несоблюдение этой введенной вами обязанности. Действующим законодательством такая ответственность предусмотрена только для физического лица, приглашившего Российскую Федерацию иностранного гражданина в случае непринятия им мер по обеспечению в установленном порядке современного выезда за пределы Российской Федерации приглашенного по истечению определенного срока его пребывания в Российской Федерации. Это часть 2 статьи 18.9 КОАП. Предлагается изменить данную норму, а именно установить ответственность приглашающей стороны, включая граждан, юридических и должностных лиц в виде административного штрафа за непринятие мер по контролю, соблюдению иностранными гражданами и лицами без гражданства, заявленные цели и срок их пребывания в Российской Федерации. Размер штрафа предлагается установить для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 45 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. Законный проект без замечаний прошел все необходимые согласования. Его принятие не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, а также признание утратившими силу при остановлении изменения или принятия новых федеральных законов. Счетом изложенного прошу поддержать законный проект и принять его в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Игорь Николаевич. Присаживайтесь. Садокладом выступает от Орионовича Аржба. Могли освободить, но вы здесь записаны, Орионович. Мы вас еще раз поздравляем с днем рождения. Сам дурак. Уважаемые коллеги, Игорь Николаевич подробно доложил. Хочу просто добавить, что это во исполнение решения Совета безопасности. И хочу привести восточную мудрость. Звучит она примерно так. Не пресекший зло, виновен больше, чем сотворивший это зло. Мы идем в логике противодействия возможным проблемам в сфере безопасности в связи с миграционными потоками, неконтролируемым. Ответственность принимающих сторон очевидна. Комитет внимательно рассмотрел этот законопроект и настоятельно рекомендует коллегам принять. Дискуссия исключается. Это вопросы безопасности. Спасибо. Спасибо большое, Орионович. Коллеги, будут ли вопросы? Нет. Желающие выступить тоже нет. А есть, извините, Боева Наталья Дмитриевна, пожалуйста. Меня, пожалуйста. Но, Иван Иванович, есть такой вот вопрос. Зачастую приглашающая сторона, допустим, руководители предприятий, приглашают, они приезжают, все иностранцы, через Москву. Как может в Краснодарском крае, в глубинке, отвечать предприятие, зато улетел он из Москвы или не улетел? Вот ответьте мне на этот вопрос. Спасибо, извините. Пожалуйста, Игорь Николаевич, пожалуйста. Правительственную ложу, включите микрофон. Если приглашающая сторона сделала со своей все необходимое стороны, то есть обеспечила человека билетом или проконтролировала наличие у него этого билета, выполнила свои обязательства по принятию этого человека с точки зрения его трудоустройства, размещения, питания, к ней вопросов не будет. Если человек, имея билет, по дороге отклонился и исчез, не будет никакой ответственности у приглашающей стороны. Он не обязан его за руку везти в аэропорт. Спасибо. Коллеги, больше желающих нет, ставлю... Есть? Нет. Нет, ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Именинник Слабоевича. Покажите результат. Принимается в первом чтении единогласно. Двадцать третий вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает официальный представитель правительства, заместитель министра финансов Илья Вячеславович Трунин. Спасибо большое, уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты. Вашему вниманию предлагается внесенный правительством проект изменений в Кодекс административных правонарушениях, который, по сути, носит технический характер. Напомню, что чуть меньше года назад в закон о таможенном регулировании были внесены изменения, которыми таможенные органы были наделены правом останавливать транспортные средства массой выше 3,5 тонн, то есть коммерческие транспортные средства, на территории приграничных субъектов Российской Федерации. Представляемым законопроектом предлагается внести изменения в КОАП, где наряду с органами внутренних дел СДПС и Ространснадзора, соответственно, установить ответственность за неподчинение требованию законного требования об остановке, которая уже сейчас установлена, в том числе таможенными органами, а также наделить таможенные органы правом составлять соответствующие административные протоколы. Соответственно, законопроект носит такой технический характер, еще раз напомню, потому что это после заседания комитета активно началось обсуждение в прессе, что такое право уже предоставлено таможенным органам, предоставлено чуть меньше года назад, в июле прошлого года, и необходимо унести корреспондирующие изменения в КОАП. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо, Илья Вячеславович. Присаживайтесь. С докладом выступает Вячеслав Иванович Лосаков, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству. Спасибо, Илья Вячеславович. Уважаемые коллеги, данный законопроект, в принципе, подробно доложен. Он является логическим продолжением ранее принятых нами законодательных изменений. Мы даем полномочия федеральной таможенной службе администрировать такое административное правонарушение, как неостановка по требованию. Если раньше это был сотрудник полиции, то в данном случае будет инспектор таможенной службы. Это специальные передвижные пункты контроля, которые будут проверять груз, перевозимый коммерческим транспортом. В принципе, это действительно техническая поправка, принципиально ничего не меняется. Единственное, что, конечно, расширяется, об этом я на комитете говорил, и хочу заметить, расширяется список уполномоченных лиц, которые могут останавливать перевозчиков. Это может быть не очень здорово, но правительство говорит, что все будет нормально. Надеемся, что так и будет, потому что на сегодняшний день действительно, кроме инспектора дорожно-патрульной службы, это может быть сотрудник инспектора Ространснадзора, теперь это еще и таможенный инспектор. Но надеемся, что такой список до бесконечности расширяться не будет, это будет, конечно, путать водителей. Но, в принципе, повторяю, конечно, концепцию комитет поддерживает и просит проголосовать за это. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Иванович. Коллеги, будут ли вопросы? Есть. Включить режим записи на вопросы. Покажите список. Катасонов Сергей Михайлович. Вячеслав Иванович, совершенно понятна задача. У нас наши службы должны иметь право останавливать, но в любой задаче нужно видеть конечную цель. Останавливают с какой целью? С целью выявить нелегальный оборот того или иного товара, в частности, если это потокцизный товар. Значит, мы речь ведем о транспортном средстве, значит, мы идем речь о тех границах, которые окружают территорию России. Это таможенный союз. После того, как производится остановка транспортного средства, возникает сразу вопрос. А что в результате везется? Везется продукция Белоруссии, везется продукция Казахстана потокцизная. Нормативы не определены и абсолютно несимметричная ситуация. Вот скажите, как правительство планирует решать эту проблему? Мы вам даем право. Восстановили. А дальше что? Что вы будете делать дальше? Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за вопрос. Напомню, что мы эту проблематику подробно обсуждали при принятии того законопроекта, который наделяет таможенный орган правом самостоятельной остановки транспортных средств. Напомню, о чем шла речь. Тем же законом, которым таможенные органы наделялись таким правом, была возможность введения запрета наоборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров. В частности, в отношении которых установлены запреты и ограничения, в частности, в которых различный режим оформления в России и иных странах Евразийского экономического союза и так далее. Более того, в рамках остановки транспортных средств таможенные органы осуществляют контроль после выпуска. Напомню, что такое право предоставлено только в приграничных регионах, по факту в тех регионах, где у нас нет таможенной границы со странами Евразес. И для такой остановки у таможенных органов есть 35 мобильных групп, мобильных ЭДК, инспекционных досмотровых комплексов. То есть машина сразу досматривается, если там обнаруживаются товары, которые находятся на территории Российской Федерации незаконно, то есть в отношении которых не выполнена соответствующая таможенная формальность, то груз задерживается и с ним поступают в соответствии с законодательством. Если речь о подоксизных товарах, да, согласен, может быть ввести какие-то дополнительные нормы по отношению к некоторым категориям подоксизной продукции, которые у нас есть в отношении алкоголя уже, но в целом необходимый инструментарий после вступления в силу всех этих норм, он будет иметься в распоряжении в том числе и таможенных органов. Спасибо. Спасибо. Будут ли желающие выступить? Кроме депутата Катасонова есть еще кто-то? Нет, депутат Катасонов, пожалуйста, Сергей Михайлович. Пришел, да, выбирай. Это твои проблемы. Уважаемые коллеги, я хотел бы воспользоваться моментом и совершенно коротко, буквально штрихами обратить внимание на ту тенденцию, которую мы сегодня имеем на границе с нашими коллегами с территории Белоруссии и Казахстана. К сожалению, проблема по алкоголю достаточно широко известна. Если вы возьмете данные, те, которые реально отражают нынешнюю ситуацию, то практически можно говорить о том, что половина алкоголя сегодня в нашей стране, оно нелегально. И достаточно большой вклад сюда вносят наши приграничные территории, которые, ну невозможно, практически остановив, предъявить претензии. На любой вопрос в такой машине все однозначно говорят, что это все везется для личного пользования. Но я хотел бы обратить внимание на другую тенденцию, которой совершенно не было последние два года. Это то, что касается оборота сигарет табака. Я помню, что мы всегда приводили эту отрасль в пример алкоголю и говорили, что здесь контрабанда, контрафакт составляет буквально 2-3%. Значит, сегодня эта цифра уже подходит 7-8%. То есть буквально за два года идет тенденция на наращивание. Если мы не будем принимать никаких мер, то мало того, что у нас бюджет будет недосчитываться, мы фактически сформируем целый огромный отряд нелегальных людей, которые просто поставят это на поток, и для них это будет бизнес. И потом их ловить, так сказать, возвращать в правовую зону будет достаточно сложно. Поэтому у меня вот предложение к правительству, Илья Вячеславович, к вам, да, надо посмотреть, можно ли в рамках КОАПа, либо вот того закона, о котором вы говорите, что мы дали такое право правительству. Я помню об этом законе, что правительство может составить перечень товаров, которые по своему усмотрению и довести. Но де-факто сегодня следующее. У нас останавливается фура с сигаретами из Белоруссии, фура, и водитель говорит, что это для личного пользования. Вот де-факто сегодня так. И мы ничего не можем сделать. Поэтому, значит, мы предлагаем, и группа депутатов сегодня с разных фракций, практически мы со всех четырех фракций внесли, системно пытаемся решить этот вопрос. Он требует изменений законодательства в уголовном кодексе, в уголовно-процессуальном, в КОАПе. Кроме этого, касается вопроса минимальной цены на табачные изделия, потому что, к сожалению, мы сегодня видим, что если мы возьмем акции с НДС, то это в районе 50 рублей, а мы видим, что свободно продается пачка по 40-45. Это Беларусь. Поэтому, на наш взгляд, понимая, что вы должны иметь право остановить эту машину, все-таки мы должны дать право нашим таможенным органам решать этот вопрос таким образом, чтобы бюджет России не нес эти потери. Я просто напомню для справки. Сегодня табак дает нам порядка 700 миллиардов. Спасибо, Сергей Михайлович. Депутату Байгускарову Зарифу Закировичу, пожалуйста, я думаю, вы с места хотите. Спасибо, Сергей Михайлович. В фракции «Единый раз» я поддерживаю законопроект, прошу проголосовать. Спасибо. Спасибо, Зариф Закирович. Илья Вячеславович, есть возможность выступить? Нет? Не хотите? Вячеслав Иванович? Тоже нет. Коллеги, ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается в первом чтении поведение Анищенко Геннадий Григорьевич. По 25-му вопросу с докладом вместо депутата Никонова выступит депутат Кононов. Спасибо. Нет возражений, коллеги? Принимается. 24-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает официальный представитель правительства, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Владимирович Чибис. Добрый день, уважаемые коллеги. Законопроектом предлагается ввести отдельный состав в Кодекс об административных правонарушениях за грубые нарушения управляющих организаций и упростить процедуру привлечения к ответственности. Сегодня за все нарушения, которые допускают управляющие организации, решения по привлечению к ответственности рассматривают мировой суд, мы предлагаем по грубым нарушениям отдать этот состав на рассмотрение органам государственного жилищного надзора. Этот закон необходим во исполнение нормы, которая принята в Жилищный кодекс, про введение такого состава, как грубые нарушения, и для запуска этой процедуры упрощенного изъятия домов из управления в случае допущения таких нарушений управляющими организациями. Перечень грубых нарушений определяется правительством, соответствующий проект постановления подготовлен, прошел все процедуры согласования, внесен в правительство, мы думаем, что до конца текущего месяца он планируется к принятию. Среди таких нарушений, безусловно, нарушения обслуживания жилищного фонда связаны с причинением вреда жизни и здоровью граждан, это не заключение договоров на обслуживание внутри домового газового оборудования, лифтового оборудования и противопожарной сигнализации систем пожаротушения, там, где это есть, это наличие долгов, непередача своевременной технической документации и ряд других. Но вот это ключевые нарушения, за которые предлагается упрощенный порядок изъятия домов из управления. Прошу поддержать. Спасибо, Андрей Владимирович. Присаживайтесь. Содоклада выступает Зарев Закирович Байгускаров. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроект, о суде законопроекта председатель правительства Российской Федерации рассказывал, я не буду повторяться. Концепцию законопроекта комитет поддерживает. Мы его комитет детально рассматривали, поскольку она полагает, что его принятие приведет к тому, что будет меньше нарушений при управлении многоквартирными домами и сокращается срок рассмотрения дел об административных правонарушениях, поскольку этот категорий дел будет рассматривать не суд, а жилищный назор, субъекта Российской Федерации. В то же время комитет имеет замечания к законопроекту. Первое касается того, что в примечании проектируемой статьи указано, что индивидуальные предприниматели несут ответственность так же, как и юридические лица. В то же время в санкции статьи указана на отдельную ответственность индивидуальных предпринимателей. Второе касается дисквалификации предприятий индивидуальных предпринимателей. В отношении юрлица, когда идет дисквалификация, изымается прессионный аттестат, и, соответственно, меняется руководитель предприятия, и она продолжает работать. Что касается индивидуального предпринимателя, в данном случае он является и дарственным лицом, и на него же оформлена лицензия, соответственно, при отзыве аттестации он не может работать. Этот вопрос требует доработка к второму чтению. Комитет поддерживает и просит поддержать данный законопроект. Спасибо. Спасибо, Зарев Закирович. Коллеги, будут ли вопросы? Есть включить режим записи на вопросы. Покажите список. Андрей Ченко, Андрей Валерьевич. Спасибо. Андрей Владимирович, у меня вопрос к Вам. А есть ли статистика, сколько управляющих компаний, по скольке управляющих компаний были отозваны лицензии все-таки не в ходе прохождения экзамена, то есть не получения, а именно потом были в течение уже деятельности отозваны? Просто потому что интересно, это все-таки процедура рабочая или она носит несколько формальный характер? Потому что вот я, например, в своих курируемых регионах про такие управляющие компании не слышал, поэтому приведите, пожалуйста, статистику, если она существует. Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас прекратили деятельность более 300 лицензий. Из них аннулированы за два нарушения по процедуре через судебный порядок порядка 60 лицензий в настоящих моментах. И, естественно, как мы и договаривались, что мы внимательно посмотрим все вместе на правоприменительную практику закона лицензирования с учетом того, что он заработал. И как раз и жилищный кодекс, который принят, спасибо вам огромное за это, и закон спутник, как раз кодекс об административных нарушениях, позволят эту процедуру ускорить и сделать максимально эффективной и действенной. Спасибо. Сидякин Александр Геннадьевич. Андрей Иванович, грубое нарушение, что это такое? Вы можете нам сказать примеры грубых нарушений, за которые сейчас будет установлен особый порядок рассмотрения в кодексе об административных правонарушениях? И к грубым нарушениям будут ли отнесены неплатежи умышленные со стороны управляющих компаний? И какие доказательства будут жилищные инспекции рассматривать, когда будут принимать решения по ответственности за грубые нарушения, связанные с неплатежами? Спасибо. Спасибо за вопрос. Перечень грубых нарушений для выступления на залу я повторю. Прежде всего, это нарушение норм технического содержания и правил содержания домов, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью. Это не заключение договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, лифтов, противопожарных систем и систем пожаротушения. Это наличие долгов за двухмесячный период. Это нарушение тоже считается грубым. Это неподготовка дома к зиме. Это непередача технической документации и ряд других нарушений. Вот такие. По такому перечню нарушений предлагается как раз ускоренный порядок рассмотрения в рамках отдельной нормы кодекса об административных правонарушениях. Спасибо. Коллеги, будут ли желающие выступить? Не вижу. Нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается в первом чтении единогласно. 25-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о фонде перспективных исследований. Докладывает официальный представитель правительства, заместитель министра образования и науки Григорий Владимирович Трубников. Глубоко уважаемый Иван Иванович, глубоко уважаемые депутаты, коллеги. Вашим вниманием представляется проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о фонде перспективных исследований, разработанный в исполнении указаний президента Российской Федерации от 20 января 2017 года, а также указов президента от 1 декабря 2016 года о стратегии научно-схологического развития и от 23 февраля 2017 года об утверждении основ государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Законным проектом предусматривается уточнить полномочия попечительского совета фонда перспективных исследований, в части установления порядка и условий передачи фондам прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также полномочия данного фонда, касающиеся управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по его заказу. Поскольку фонд обеспечивает осуществление разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, объем полномочий по распоряжению правами Российской Федерации на РИД, созданный по заказу фонда, предлагается установить такой же, как законодательно предусмотрен, фактически сейчас работает для государственных заказчиков оборонного заказа. Также законопроектом в качестве одного из способов передачи прав на РИД предусмотрена передача управления правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности. Данный способ будет применяться в случае принятия решения о передаче прав РИД федеральным органам исполнительной власти или государственным корпорациям, поскольку при передаче им прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных по заказу фонда, собственник этих результатов Российской Федерации не меняется. Меняется только лишь лицо, уполномоченное распоряжаться соответствующими правами от имени Российской Федерации. Изменения, предусмотренные законопроектом, будут способствовать эффективному оперативному внедрению механизмов стимулирования применения технологий специального или двойного назначения и их трансфера между военными и гражданскими секторами экономики, создание развития отраслевых кластеров, инжиниринговых центров на базе научных организаций оборонно-промышленного комплекса и как средство повысит независимость и конкурентоспособность России на мировой арене. То есть фактически предлагается фонду перспективных исследований в лице попечительского совета распоряжаться правами созданных результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках реализации проекта, проектов фонда перспективных исследований. И основные цели данных, предлагаемых новаций в законе проекте, это упростить и ускорить передачу ридов тем, кому они действительно нужны. Прошу поддержать законопроект. Спасибо, Григорий Владимирович. Присаживайтесь. С одноклассом выступает Владимир Михайлович Кононов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, в настоящее время в мире происходят радикальные технологические перемены, которые существенно меняют не только структуру экономики, но и жизни. Не думаю, что есть необходимость об этом подробно говорить, все это ощущают. Поэтому, как отметил президент страны в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года, лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями, которые являются важнейшим ресурсом социально-экономического развития и обеспечивают суверенитет страны. Разумеется, решение поставленных задач требует совершенствования законодательного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности. В этой связи следует особо подчеркнуть, что особую важную роль совершенствования правового обеспечения в обличении в хозяйственный оборот является в обличении в оборот результатов интеллектуальной деятельности, так называемых РИДов, созданных в том числе за счет Фонда перспективных исследований. Рассматриваемый законопроект устанавливает новые способы распоряжения правами Российской Федерации на РИДы, созданные по заказу Фонда, что позволяет обеспечить, в частности, первое, внедрение механизмов стимулирования применения технологий и их трансфера между военными и гражданскими секторами экономики. Ну и второе, это создание и развитие отраслевых кластеров и инженерных центров на базе научных организаций оборонно-правочного комплекса. Представитель правительства Григорий Владимирович Трубников подробно об этом остановился, поэтому я углубляться не буду. Комитет отмечает актуальность и значимость законопроекта в целях совершенствования механизмов управления правами на РИД и активизации их вовлечения в хозяйственный оборот. Комитет поддерживает предложение в законопроекте уточнение содержания финансового плана доходов и расходов Фонда на трехлетний период. Обращаем внимание, комитет обращает внимание на то, что принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации 10 мая 2014 года номер 429 о порядке передачи Фонда перспективных исследований прав на результаты интеллектуальной деятельности. Учитывая значимость норм, устанавливаемых в указанном нормативном акте, и для обеспечения последующего права применения норм законопроекта в случае принятия его, комитет полагает необходимым при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении иметь возможность ознакомиться с проектом указанного нормативного акта. На представленный законопроект поступило 25 положительных отзывов от законодательных органов государственной власти и субъектов Федерации и 27 положительных отзывов от высших исполнительных органов государственной власти и субъектов Федерации. Законопроект также поддержали комитет Совета Федерации по науке образования и культуре и счетная палата. Российской Федерации. На основании вышесложенного Комитет Государственной Думы по образованию и науке рекомендует Государственной Думе принять законопроект номер 371-628-7 о внесении изменений в федеральный закон о фоне перспективных исследований в первом чтении. Благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Михайлович. Коллеги, будут ли вопросы? Олег Николаевич Смолин. Есть еще вопросы? Нет. И Олег Анатольевич Нилов. Еще есть. Тогда запись проведем. Включите запись на вопросы. Прошу прощения. Покажите список. Нилов Алях Анатольевич. Так, соскочил вопрос. Григорий Владимирович, напомните, пожалуйста, фонды разные есть и нужны. Но этот самый важный, согласитесь, учитывая специфику, такие сверхсекретные какие-то исследования будут аккумулироваться этим фондом, распространяться дальше, применяться. Вот кто определяет вот эти вопросы, кадровые вопросы, каким образом государство, ну и мы будем убеждены в том, что это не будет использовано иначе, как на службу государству. Кто определяет финансовую политику, кто контролирует. Поэтому это что, вот устав фонда будет, и как он там себе пропишет, так и будет дальше рулить? Олег Анатольевич, спасибо за вопрос, абсолютно правильный вопрос, абсолютно по сути и работы фонда, и по законопроекту, который обсуждается. Значит, вы правы, этот фонд является одним из важнейших фондов с точки зрения поддержки прикладных исследований, как гражданского, так и негражданского назначения. Сейчас в фонде фондом поддержано порядка 130 проектов. Бюджет фонда ежегодно около 3 миллиардов рублей, это, я говорю, цифры 2017 года. Главный управляющий орган фонда это попечительский совет. В него входят 7 представителей правительства и 7 представителей президента. То есть это ключевые ведомства, ключевые заказчики технологий специального или двойного назначения. Это и Минобороны, и Минпром, и ФСБ, и так далее, и так далее, генеральные конструктора. То есть все решения принимает попечительский совет. Поэтому сейчас для того, чтобы те изменения, которые мы предлагаем в законопроект, фактически будут приниматься оперативно попечительским советом фонда и основные заказчики разработок как раз и есть их представители это члены попечительского совета. Спасибо. Смолин Олег Николаевич. Уважаемый Григорий Владимирович, нет сомнений, что нам нужно коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности. Это, кстати, наша слабость еще с советских времен. Мой вопрос. Кто получит доходы от коммерциализации в случае успеха этого законопроекта? Как они будут распределяться и смогут ли организации за государственным участием получать результаты работы фонда на некоммерческой основе? Спасибо. Олег Николаевич за вопрос. Доходы получает Российская Федерация в лице фонда перспективных исследований и распоряжаться правами на РИД и распоряжаться РИДами фактически будут либо заказчики разработок, либо фонд, но в лице попечительского совета. То, что я уже сказал. Спасибо. Коллеги, будут ли желающие выступить? Нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается в первом чтении единогласным. Коллеги, есть предложение такое. И докладчик, и профильный комитет говорят, что 29-й вопрос носит технический характер, его обсуждение не займет время, рассмотреть его сокращенную процедуру и два протокольного поручения. Нет возражений? Нет. 29-й вопрос проект федерального закона о внесении изменений в статью 68-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Докладывает Павел Рюрикович Качкаев. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, ну не совсем технического характера носит законопроект, просто законопроект носит уточняющий характер, потому что в 2014 году межмуниципальные объединения и организации лишились одного из видов создания, это закрыто акционерное общество. Из гражданского кодекса это понятие было изъято, сегодня у нас публичное и непубличное акционерное общество, публичное создавать, межмуниципальное публичное создаваться не могут, поэтому предлагается в 68-ю статью 131 федерального закона внести изменения, то есть слово закрытое акционерное общество заменить словом непубличное акционерное общество, эту правовую коллизию убрать и расширить полномочия муниципалитетам нашей страны. Спасибо. Спасибо, Павел Рюрикович. Содокладом выступает Алексей Николаевич Диденко. Пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, предельная ясна суть законопроекта, Павел Рюрикович ее изложил, комитет предлагает поддержать принятие проекта в первом чтении ГПУ президента Российской Федерации и правительства также поддерживает принятие данного закона. В пакете документов имеется только положительные отзывы региональных исполнителей и законодательных органов. Просьба принять. Спасибо, Алексей Николаевич. Коллеги, будут ли вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. Тоже нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Скажите результат. Принимается в первом чтении. Коллеги, переходим к законопроектам по сокращенной процедуре. 58-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Докладывает Евгений Евгеньевич Марченко. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение особых условий продажи алкогольной продукции. В частности, предусматривается введение новых видов административных наказаний, прекращение предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на срок от 6 до 12 месяцев и ликвидации юридического лица. Данный вопрос уже урегулирован Гражданским Кодексом. Всего этого комитет данный законопроект не поддерживает. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ставлю законопроект на голосование. Включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. 59-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Ирина Викторовна Белых. Спасибо большое, Иван Иванович. Данный законопроект внесем с законодательным собранием Краснодарского края, направленный на совершенствование механизма экономического стимулирования работодателей к реализации мероприятий по созданию и выделению квотируемых рабочих мест для инвалидов, а также недопущению отказа работодателей в приеме на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Первоначально комитет поддержал идею законопроекта, высказав ряд замечаний, но предмет регулирования законопроекта относится к сфере компетенции Российской Федерации и ее субъектов. После обсуждения в регионах возникла необходимость повторного обсуждения как с учетом замечаний поступивших от отдельных субъектов права, так и от дополнительных экспертного сообщества. Поставленные цели остались не подкреплены необходимыми статистическими и аналитическими данными и расчетами и предлагаемый вариант сопряжен с абсолютно необоснованным привлечением к административной ответственности тех субъектов, которые на практике никак не причастны к возможному совершению правонарушений. Предлагается привлекать к ответственности юридические лица, но от их имени действуют должностные лица, которые как раз и являются теми субъектами, которые могут отказать инвалиду. На основании вышеизложенного комитет предлагает в Царственной Думе отклонить предлагаемый законопроект. Спасибо. Спасибо. Ставлю законопроект на голосование. Включите ускоренный режим голосования. Скажите результат. Отклоняется законопроект. 60-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 23-ю и 50-ю земельного кодекса Российской Федерации и статью 8.12.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Михаил Владимирович Кузьмин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, предмет законопроекта заслуживает внимания. Тем не менее, мнение комитета, решение комитета, решение правительства Российской Федерации ГПУ отрицательное. Комитет предлагает законопроект отклонить. Благодарю. Спасибо. Ставлю законопроект на голосование. Включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняйте законопроект. 61 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. Докладывает Михаил Владимирович Кузьмин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, рассматриваемый предлагаемый законопроект заслуживает внимания, в то же время затрадивает интересы законопроектов по земле, градостроительной, противоречит им, поэтому комитет предлагает законопроект отклонить. Спасибо. Ставлю законопроект на голосование. Включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. 62-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 19-ю и 20-ю федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления и распития алкогольной продукции статью 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Алексей Леонидович Бурнашов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет предлагает отклонить данную инициативу, ибо она будет реализована неэффективно, в связи с чем она может быть обойдена созданием нового юридического лица в установленном порядке закон. Комитет предлагает отклонить. Спасибо. Спасибо. Ставлю законопроект на голосование. включить режим голосования. Скажите результат. Отклоняется законопроект. 63-й вопрос. Проект федерального закона о недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников отрицанию Холокоста. Докладывает Иван Итулович Белеков. Уважаемый Иван Иванович, данный вопрос уже урегулирован в достаточной степени законодательством Российской Федерации и комитет предлагает отклонить данный законопроект как не несущий практически значимости, исходя из позиции правительства Российской Федерации, а также правового управления Государственной Думы. Спасибо, коллеги, ставлю законопроект на голосование, включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект 64-й вопрос. Проект Федерального закона о внесении изменений в статью 37-ю Федерального закона об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Докладывает Алексей Юрьевич Русских. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроект был внесен в шестом созыве, за это время он потерял свою актуальность, комитет рекомендует его отклонить. Спасибо, коллеги, ставлю законопроект на голосование, включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. И два проекта поручения Александра Николаевича Шерина, автор и первого, и второго. В любом порядке, Александр Николаевич, вы сами только говорите, о каком поручении пойдет речь. Депутат Шерина, включите микрофон. Уважаемые коллеги, первое поручение это по поселку Солоча, который входит в территорию города Рязани. Это наша местная барвиха, где элита очень любит застраивать эту территорию. Но вы, наверное, видели и на заседании ОНФ, в том числе президент России Владимир Владимирович Путин говорил о защите места Есенинской Руси. Так вот, как раз-таки Солоча, где я неделю назад был с инспекторским надзором, депутатским, уже идет выпилка леса, уже идет выкорчевывание деревьев. И как это происходит? Разрешение на строительство не имеют права давать. Ну и, соответственно, собственники участков, которые каким-то образом их оформили, подают исковые заявления в суд. Администрация города Рязани эти суды проигрывает и не обжалует. И с молчаливого согласия идет застройка Есенинской Руси, которая установлена и внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2015 года. В связи с этим я прошу поручить Комитету Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственности, земельным отношениям, Комитету Государственной Думы по безопасности, противодействию коррупции представить свои предложения, какие необходимо внести в законодательство, дополнения, изменения, для того, чтобы впредь не допустить подобного и предотвратить вот тот беспредел, который происходит сегодня в Солочи. Это вековые сосны, это объект действительно очень важный не только для Рязани, но и для Центрального федерального округа, потому что даже учеными уже доказано, что этот воздух способствует в том числе излечению от туберкулеза. В советское время там были детские санатории. Спасибо. Есть возражение, слово предоставляется Василий Иванович Пискарёву. Уважаемые коллеги, протокольное поручение депутата Шерина Александра Николаевича предлагается не поддерживать. Это консолидированные позиции всех трех комитетов, которые указаны в проекте протокольного поручения. Мы предлагаем Александру Николаевичу самостоятельно обратиться с депутатским запросом в соответствующее ведомство и разобраться, имело ли место быть нарушение закона. Из текста протокольного поручения не видно, есть ли нарушение закона. Если есть, тогда одна форма реагирования. Если нет нарушения закона, тогда мы вообще не можем вмешиваться. Там вот я прочитал, что в конце, в финале протокольного поручения автор просит трем комитетам представить соображения о мерах, необходимых для недопущения подобных инцидентов. Что такое инцидент, тоже непонятно. Уважаемые коллеги, если будет конкретика, если будут данные, что имеет место быть нарушение закона и что эти нарушения закона долгое время не устраняются, тогда, я думаю, можно вернуться к этому вопросу вновь. Но сейчас пока я не вижу... Спасибо. Понятно, Василий Иванович. Коллеги, ставлю проект поручения на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется проект поручения. Второе поручение Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Включите микрофон депутату Ширину Александру Николаевичу. У нас минута дается на обоснование. Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам с просьбой меня поддержать, потому что занимаюсь перепиской уже более года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения одного миллиона рублей в отношении неустановленных круга лиц, хотя есть конкретная организация, которая указана в протокольном поручении, которая получила из бюджета России денежные средства около 10 миллиардов рублей на строительство объектов, очень важных по указу президента Российской Федерации по модернизацию учебно-материальной базы Рязанского единственного в мире воздушно-десантного училища. И на сумму около 6 миллиардов рублей они на сегодня не могут отчитаться. Реально. Поэтому я, уважаемые коллеги, прошу вас поддержать меня в этом протокольном поручении. Надо разбираться. Десантному училищу в этом году исполняется 100 лет. Я уже не говорю о тех обанкротившихся компаниях, которые взяли кредиты и начали строить объекты, не получили оплаты. Но сейчас мы не можем понять, где 6 миллиардов рублей, почему уголовные дела в отношении... Спасибо, Александр Николаевич. Василий Иванович Пискарёв, включите микрофон. Спасибо. Уважаемые коллеги... Микрофон, Василий Иванович. Уважаемые коллеги, я также, как и в первом случае, предлагаю не поддерживать данную инициативу, протокольное поручение. Я просто читаю текст, и из текста видно, что идет спор хозяйственный между двумя юрлицами, между подрядчиком и субподрядчиком. Полагаю, что вмешиваться в разрешение хозяйственного спора не стоит нам. Это первое. Второе. Автор просит, чтобы комитет по безопасности обратился в Министерство обороны с просьбой дать информацию, но комитет по безопасности... Вернее, Министерство обороны не входит в число органов, которые находят сведения комитета по безопасности, а входит в ведение комитета по обороне, где, насколько я знаю, Александр Николаевич является заключительным председателем. Ну и третье. Не нужно дожидаться разрешения вопроса. Здесь, могу сказать, устно необходимо обратиться с иском о взыскании этой суммы 3 миллиарда рублей. И второе. Нужно обратиться в генпрокурору с письменным обращением с тем, что... Добавьте. Ситуация. Пока не будет этих действий юридически значимых, подключать нас, депутатов, к решению вопроса не стоит. Это будет нарушение, в общем-то, так сказать, со всех сторон. И потом, смотрите, если мы уже говорим о регламенте, то и статья 60-й регламента тоже не соблюдается, поскольку по регламенту я вот зачитываю. Может быть... Василий Иванович, вы перебираете сильно время. Ну хорошо. Одним словом, не поддержать инициативу. Прежде чем голосовать по ведению Александра Николаевича Шерина, пожалуйста. Три раза написал ФСБ, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Министру обороны. Компания получила деньги, через поставные конторы эти деньги перечислили подрядчикам, вернее, они до них не дошли. Эти компании, однодневки, посредники, прокладки обанкротились. А эта компания, которая деньги получила, по-прежнему получает заказы от Министерства обороны. И не может отчитаться за 6 миллиардов рублей. А объекты недостроены. Даже стыдно об этом говорить под протокол. Коллеги, я вас прошу меня поддержать, потому что объекты недостроены. Это военное учебное заведение. И все прикидываются ветошью, извините. Компания получает, продолжая деньги из бюджета, не отчитавшись за 6 миллиардов. Что мне еще надо сделать? Я уже по три раза во все эти организации написал запросы. Я уже нарушаю регламент, потому что это повторное обоснование на самом деле. Есть мнение за, есть мнение против, после этого ставится на голосование. Я ставлю проект поручения на голосование, включить режим голосования. Ну, Раиса Васильевна. Покажите результат. Отклоняется проект поручения. Василий Иванович, есть необходимость что-то добавить? Нет? Нет. Коллеги, заседание объявляю закрытым. Спасибо.